так видно нет субботний стрим друзья субботний сегодня 2013 поговорим о разном что-то я решил сегодня сделать в субботу перед майскими друзья потому что сейчас будет много всяких интересных событий май месяц самый интересный не только для фотографов для путешественников для всех остальных плен что не в розовом видите в розовом свете сегодня будем рассматривать сейчас я проверю звук пишите комментарии как звук вообще нормально нет посидим поболтаем что-то зачистил наверно повел их да нет да нет не зачистил стрита передел на урбана всего остального сейчас проверим как звук так я не знаю звук звук родничео звук родничео картинка вроде нормальная камера работает так что вот кто смотрит регулярно канал знает что канал развивается не только в направлении фотографии я тут сделал несколько обзоров разных по эйковской логи я тут написали даже люди интересовались где чё ходил тут еще раз в недалеко находящийся салон это покупал несколько по сумкам даже покупал там посмотрел новые биомы посмотрели супруги но в результате я все-таки купил ей за страйк сейчас она сегодня и ходила первый раз пошла не знаю что что получится ну натрет не натрет но принципе там некоторое время она выходила по квартире поэтому я думаю что все будет нормально классические кроссовки такой классический стиль ну строгие абсолютно да чем они не снимают его с производства очень много лет такой белый пыльный цвет красивый я сам вчера испытал мой теракруиз это самые легкие низкие супруга поговорим самый низкий низкий легкий низкий легкий низкий кроссовки именно сама имеется ввиду посадка у меня камера как-то она как-то у меня почему-то она у меня дает на на широкоугольная до в отличие от фариона который у нас сегодня своего ночи так вот друзья как я говорил уже предполагал что этот май будет особенным в плане погоды и в плане того что связи с последними событиями узнать каналу уже много лет я сегодня как раз записывал но пока еще не выложил достал ту куртку этот рюкзак который я начинал делать колон канал на ю тубе как это давно было потом я по-моему целый год набирал 50 подписчиков всего вот такой бывает артефакт ну а потом все это знаете как обычно несколько лет сто для тех каналов то как бы так активно за деньги не продвигать тем более ниша у меня была выбрана такая очень узкая фотографическая ну а потом все благодаря вам все получилось в принципе нормально то есть в 1 января мы начали с вами там 400 с чем-то было и бах 500 сразу же пришли 100 человек даже больше ну и сейчас смотрите видите сейчас у нас что там январь-февраль-март-апрель заканчивается за четыре месяца мы практически удвоили то есть сейчас почти тысячи и вот на стриме может быть кто-то посмотрит записи кто не знает пуленочек может посмотреть мои шорсы которых я много сейчас делаю для молодежи ну для тех людей по статистике я посмотрел на самом деле смотрят все возрасты во первых во вторых смотрят гораздо более широкая аудитория ну и мне не порадовало что те кто посмотрел шурцей стали переходить на мои ролики какой-то разные тематики которые я рассмотрел ходил тут я снимал когда стоит у меня двойной такой был большой загон я сначала поехал на петроградку чистил зубы чистенькие все зубы очистили мне в первом мире и потом я рванул на парнас почему потому что зимой я делала прошлый по-моему зимой или этой да по-моему прошлый я там ездил и да и в эту зиму тоже туда ездил и там по пути у меня был запотевший автобус такой доехал и увидел такой дом с трубой боковины трубой так я так думаю блин надо как-то выбраться этот этот такой урбан запечатлеть но поскольку я вчера как раз в том направлении нужно было ехать я туда поехал и думаю надо мне добраться пешком и вместо того чтобы идти ну минутам по карте посмотрел что там пройду дома красивые брать увидел красивые дома и пошел кстати у меня там получилось концу дня 15 тысяч шагов то есть я там накрутил такие расстояния но расстояние огромные широкие проспекты и шел очень долго хотя там останавливался черта фотографировал а снял несколько роликов шортс по урбану не стал это сводить в единый какой-то цикл парнас потому что я думаю что там на самом деле я когда уже ногами все это проходил потому что на машине я там был был девятнадцатом году когда там настройка в полном разгаре было так начиналось еще сейчас там уже более прилично в этот район он находится внутри кадра но недалеко то есть такое место достаточно интересно потому что с одной стороны можно быстро попасть в район просвещения оттуда можно сразу заехать на созды попасть там практически ну в районах ты где я то есть такое нормальное место но при этом огромное количество одинаковых дом практически все одинаковые поэтому мне это всегда интересно было кто урбаном занимается друзья отправим ссылочку на нашу телегу сегодня выходной все отдыхает но я все-таки хочу чтобы посмотрели может быть кому-то будет интересно зайти что-то задать я не готовился сегодня вообще то есть я спонтанно 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 сегодня так спонтанный напишем он данный рим про город поэтому мы кто в городах живет знает что зесна конечно это такое оживание оживание всего и вся поэтому могу сказать так что это хорошее время ну и меня порадовало конечно то что я уже предполагал что будет там теплые деньги все-таки задерживаться и вот я сегодня выходил и все уже сережки все вылезли из берез и соответственно уже мелкий кустарник уже листья начинают вылазить не просто открыты почки они уже вылезли то есть по моим предположениям вот если сегодня ночь будет теплая еще пару дней то к майским к началу мы увидим все зеленое то есть не просто листья будет все зеленое и трава будет зеленая я думаю что и листья поэтому хотя в это сложно поверить но по всей видимости вот в этом году вот такой май начнется скорее всего рано начал на стрима 7 часов но кто посмотрит записи напишите я благодарен конечно кто пишет комментарии кто постоянно мои слышу слушатели зрители кто смотрит и слушать мои подкасты там почему я стал делать подкасты потому что сам как аудиал по натуре я прекрасно воспринимаю аудиальную информацию и книжки могу слушать еще и когда не было этих аудиокнижек я все искал специальной программы не было интересно ну действительно и кто застал времена когда с пластинках сказки читали на пластинках были потом на ленте у меня это легко заходит поэтому я могу легко усваивать полностью информацию даже быстрее также есть люди с моего канала есть подписчики которые точно так же ну заняты по работе она могут включить болтологию да и слушать в принципе несмотря на то что тема фотографии да там два у меня плейлиста пока 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 был один блин плейлист по фотографии по flicker по flicker удару не по фотографии ну и особенности продвижения а второй как бы я открыл по теме моей основной специальности звукотехника но я там так начал забросил посмотреть будет кто-то смотрит хотя у меня есть отдельное видео по хабелям ну вот я думаю сделать продолжение не делать продолжение про все серьезные системы хайпай и там кино центральной системы ну напишите в комментариях напишите может быть я что какие-то вопросы и вас интересующий конкретно вас потому что просто так распыляться большое количество каналов по этой тематике всех этих блогеров я знаю многие с модами работал практически со всеми там миша кучеренко ведет сейчас свой отдельный канал и борзенков нам давно ведет уже у меня большой канал ну и прочее 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 в принципе то есть у нас конфликтов никаких нет это индустрия настолько узкая что там комплектов не бывает но при этом она действительно очень узкая то есть она уже чем фотография раз в десять наверно благодаря скажем так компактного таким устройством конечно это все расширилось но сегодня мы еще поговорим об одном интересном тенденции которых я постоянно говорю но сейчас это ярко стало абсолютно приобрело очертания не только связи с искусственным интеллектом и программам так называемым искусственным интеллектом назовем это так а с тем что начинает формироваться некая некая следа уже вот этого нового мира который ну все так кто-то ждет а кто-то наоборот боится так вот связан это с тем что я уже много лет назад он три года чуть больше говорил что вера моя святая фотоаппараты классические она угасла во первых связи с тем что деградация производители матриц наблюдается не в том плане что они хуже делать матрицы а в том плане что кстати кто правильно ответил на мою загадку да вот помните про этот значок вам записывал про это значок записывал видео сейчас курсируется камера посмотрим вот угадали да это плоскость матрицы наказывается на фотоаппарате для профессионалов и для тех кто использует точные замеры с помощью линейки использующий лазерных дальномеров точно определить от станет матрицы до объекта так вот деградация заключается в том что они все стали одинаковыми так же как после появления айфона практически все телефоны становятся похожими на вот такой вот на вот такой айфон да или вот такой айфон старенький поэтому то же самое с камерами то есть многочисленные тесты блогеров сравнивающих sony с fuji с панасоником даже с олимпусом не произноси микро в эфире не говоря уж там про face one про альфу и про остальные серьезные компании поэтому но дело в том что это все стало практически одинаково пример параллельно можно сказать с автомобилями там есть пару компаний которые занимаются наукой которые двигают автоиндустрию ну вот один из примеров надо тесла да как я не хайли но в принципе это вот отдельный такой направление которое сейчас уже обрастает множеством другим производителями на электро тяги 2 ну водородные до машины но когда это все начиналось все плевались там и говорили что вот там проблема проблема сейчас результате все становятся похожими на все примерно одинаково и я уже там когда еще работал с запчастями с машинами я когда наблюдалось понимал что скоро машины будут отличаться только значком ну по всей видимости скорый значком то не будет считаться если останется один два производителя все всего-то да еще одно интересное событие которое может быть вы пропустили я посмотрел какое количество хайпа но сейчас вызвало особенно людей которые далеки от инженерии во первых во вторых далеки от науки это как раз запуск уже стационарный запуск старт щипа но я вызву сдали к называем так есть звездолета то есть огромный 60 метровый сам корабль в который 100 человек влазит как по проектам да которые могут 100 тонн нести на 100 тонн друзья это два два вагона загруженных железнодорожных то есть это принципе корабль для того чтобы совершать полеты на на большие расстояния луна марс там и прочее но вот все задали что вот этот разгонный блок который 80 метров вылетать там 100 130 по 136 километров длина вся эта конструкция самый большой в мире построенный космический аппарат да который еще разгонный блок насколько я понимаю на газу там работает метан с кислородом и вот вот они должны его ли переносили переносили запустить вот они за два дня три назад не смогли запустить за 30-40 секунд отложили а вчера по вам вчера ли когда-то спалю позавчера все-таки запустили было бы странно если все пошло замечательно это равносильно так первая ракета знаете сразу полетела или села на ум такого не бывало десятки проектов которые взорвались на стадии запуска потом сгорели там через некоторое время спустя здесь поскольку это уже современный космонавтика интересно было в том что система подрыва до сработала когда она уже вышла больше 30 километров поднялась управлялась то есть она держала этот курс но потом начала как бы сбиваться с курса и в момент необходимый для отделе разделениях основной как бы разгонного блока и самого корабля там что-то пошло не так ну плюс при запуске там том 6 двигатель не заработал из 31 в результате что получилось ее подожгли она начала уже снижаться на 30 километров но и все равно запуск удачный почему потому что она первых отлетела от земли во вторых она прошла самый главный отрезок это самые большие ускорения это касается тех пассажиров которые туда полетят кстати уже и составы там уже есть информация по составу что первый конечно будет тестовый объет озвучили уже космонавтов систему какой-то пошел а мы сегодня прошли поговорим вот и к чему я говорю что это изменит все космонавтику она уже принципе изменила но количество хэй хэйта на этом деле кто пишет что это все фигня я удивляюсь людям которые комментируют что это вообще все обман ничего там не происходит и все это ерунда надливательство и все фигня ну во все времена так было пойти я вспоминаю времена про цифровые камеры sony когда они сделали карту памяти какое количество дебилов ходила в салон как бы и говорил что эти карточки не покупать не будет что это говно я буду ящиками покупать дискеты я тогда смотрел на этих людей и удивлялся сейчас я абсолютно ничего не удивляюсь потому что технологические вещи которые проявленные появляются те люди которые считают что это все все ерунда ну что можно сказать здесь два пути или ты двигаешься навстречу будущему в будущее или ты тянешь назад все или себя там в прошлое я никогда не считал себя тянущим прошлое несмотря на то что многие почему-то по какой-то причине считают что фотографии возвращать прошлое фотографии делать те чтобы смотреть прошлое это бред совершенно и потому что для меня фотография всегда было настоящим и будущим и для меня интерес фотографий именно в том что я могу передать какие-то послания для будущего во вторых могу увидеть какие-то контуры будущего тем что сейчас я вижу да то есть вот такие да это вар для этого а урбан который мы снимали вместе с вами поэтому вот друзья никого нет все гуляют погода отлично но ничего страшного абсолютно ничего страшного все нормально посмотрите в записи если запись сохранится если все не поломается но в результате что получилось получился достаточно интересный выпуск я прошел по парнасу там в тех местах где не смог на машине тогда не было времени нашел уже практически построены кварталы с магазинами то есть поднялся даже на большой этаж на высокий посмотрел какие там виды посмотрел что там с экологией и и небольшое социологическое исследование то есть посмотрел кто кто там живет как какие слои социальные ну молодежи стариков практически нет молодежи с колясками огромное количество мамочек очень много молодежи дикое количество просто нереально то есть пожилых людей там чрезвычайно редко было встретить ну и это понятно потому что в тот район несмотря на то что открыто там метро кстати забегая вперед могу сказать что те кто в нашем канале telegram фотоскоп следят за моими мы общаемся я как раз говорил про обработку недавно и значит на самом деле на парнасе очень интересно сделано художниками вести бюджет прислами покажу там оформлено 3 паном 3 паном не 3 панация черепа 3 паном 1 паном это покорение завоевание европы вам называется да вот самое интересное паном который вот я айфоном снимал огромное количество камер я думаю что мне с фотоаппаратом сто процентов не дали там поснимать бы но хотя может быть кто-то пытался в интернете не нашел нормальных фотографий поэтому я решил сделать так я сделал такую на ходу там на айфоне хотел ее обработать а потом вспомнил что сейчас идет неделя конкурса во фликере темная тема но туда не принимать черно-белые работы и туда не поднимается какие-то компьютерные темная тема я сделал вот такую штуковину показать вам смотрите надо смотреть конечно в нашем моем фликере мне показалось это интересно потому что я мне получилось попасть в тот момент ну я душу я в случаясь и не верю все происходит оттуда когда свет это витраж сквозной и он подсвечивается не лампочка он со стороны солнца была очень солнечно яркая погода именно в этот час как раз свет бил вот таким образом что солнце падало в то место где ника ну пишется nike по-английски да как фирма когда выпускать кроссовки ника это богиня ника победы по-моему одна из дочери зерс так вот как раз солнце куда рука и указывать туда ну я сделал на айфоне обрабатывал ее немножко потемнее так сделал камеры в принципе ушли ну и соответственно получил такой интересный необычный темный арт недавно кстати я был в рпо когда русского географического обществе когда снимал репортаж том числе про выставку и там тоже снимал витраж очень красивый но там уже витраж более сложно чем здесь потому что здесь использование только камни стекла но и краска то есть это более простой комбинированный вариант в рго же конечно твитраж он полностью состоит из стекол и он кажется невероятной красоты и я тоже выложу в афликер мне очень понравилась реакция людей потому что я даже не писал описание но людям очень понравилось как красиво также есть на русское географическое общество привет фори привет рассоник павел привет сегодня внезапность студенческий хотел сказать субботний стрим монако в 2013 давайте поговорим о какими-то полезных вещах свободная тема сегодня но я разговаривал сегодня понял что весна идет раньше по графику вот сейчас выходила уже листья вылазит сережки уже выстрелили тому береза там буквально там позавчера не было сегодня они все висят и уже пусты распускаются листья вылазит не просто почки набухли так в том году поэтому я ожидаю на майске большое количество во первых приезжих сюда город во вторых будет очень красиво и на я надеюсь что все таки сакура которая у нас также расцветает японцами китайцами высажены одно она будет расцветать уже на майске потому что в том году там в середине мая там такой самый пик со сдвигом большим елки уже жизнь я кстати по поводу елок вот буквально с пошел рядом тут у меня есть лиственница снял вот все вот эти розовые цветки как ананасы такие на лиственнице они уже есть то есть их не было буквально вчера я проходил их не было сегодня надувись вот эти шишки из которых дальше иголки вылазит до лиственницы и но вот эти цветы уже розово они есть и вот самое красивое время когда вот такая погода перед тем как листья вылезут сначала вот это лиственница она вся розовая я то смотрел мои решерцы и видосы которые я делал с парка таврического там еще где-то мы с павлом были тоже вот где лиственница у вас такие есть кто застал это очень красивое зрелище потому что лиственница розовая становится она вся в цветах то есть понятно что сакура внешняя группа японская тоже красиво но для лиственницы это необычно не особенно если крупная лиственница все такие ветки хорошие свежие то там все это просто вся розовая очень красиво так что вот не к чему я это говорю потому что май раньше ну как бы весна и соответственно я думаю что фотографа будет больше я выбирался тут снимала помните там пару недель назад центр и павел тоже подтвердит наверняка павел расскажу чё там как центры был сегодня завтра вчера сейчас интересно в городе потому что все это быстро будет распускаться судя по температурным графикам то что я посмотрел сейчас по прогнозу во всяком случае заморозки понятно что будут но я думаю что успеет листья вылезти до того как появится замороз потому что ну вот пока по прогнозам там все плюсами ночью самое главное что тоже плюсах плюсы плюсах как хотите сказать без разницы вот такие такие загадки но соответственно парки под пить пушкин павловский ломоносов петродворец царское село это бест городские парки которые рядом находятся но сбор в городе в городской мы их тоже все знаем в таврическом я давно не был но я думаю что если будет интересно можно будет съездить в таврический в принципе я там в таврический говорю шуваловский я кстати вчера там был рядом как раз недалеко от шапанаса но у меня уже просто не было физически времени и сил то есть я там столько находил ледоход когда или уже прошло нет ледоход еще не пошел лед который откололся это лед который финский вчера кстати или сегодня уже выложил один из русскоязычных спитера в группе flicker я люблю санкт-петербург там фотографии по моему вчерашние были за вчерашние где ветряки вот эти стоит на кстати туда сходить потому что когда я снимал помните с острова уже двигатели по моему стояли но издалека было видно что какие-то коробки огромные висят надо будет обязательно сходить потому что весь процесс вот это сначала построили сами башни эти 200 с чем-то метровое потом эти будут двигатели установят потом лопасти но этот процесс на самом деле абсолютно фантастический потому что то что я нашел информацию вообще ничего не написано может кто знает но я нашел что самые большие в мире имеет лопасти 200 тонн каждая лопасть 200 тонн представляете это вообще для меня это вообще невероятно и судя по размеру вот то что я видел высоту и визуально смог оценить ну я так понимаю что так самые большие в мире которые вот только появились вот эти ветряки вот на них действительно будут такие лопасти которые больше 100 метров каждый вообще нереально размеры ну и соответственно их там уже много увидели четыре штуки я снимал когда их строили одну строили две уже были выставлены дальше в районе моста и около стадиона уже одна торчала то есть их будет много поэтому вот к чему я это говорю что кто вот думать но я пойду завтра на следующем году сниму уже ландшафт другой друзья когда лет реки заработают там многие ракурсы будут вообще недоступны то есть то что я снимал из дрона то что снимался с камней с каменного острова с крестовского там уже ландшафт другой то есть вот эти штыри они настолько огромные что они все ну их там вырезать конечно фотошопом можно но когда там уже лопасти заработают это конечно лопасти привет фотошоп и все по-другому вид и даже вот заходя со стороны лахты снимая там в сторону газпром туда влево я пытался чтобы их не взять они все место пространства занимает потому что вы представляете этот штырь как бы он там больше 200 метров высотой так что вот у нас башня пол километра почти стоит вот они недалеко стоят и принципе они наравне там с большого расстояния и поэтому что касается локации именно вот ракурсов в этом году мы скорее всего увидим уже измененный вот этот ландшафт часть васильевского острова я имею ввиду благодаря вот эти конструкции может я дурак конечно это не ветряки нигде кстати не пишут про ветряки но судя по технологиям то что там видео инструменты и по размерам и по всем секциям принципе было понятно что это что я их видел как строить финляндии я их видел в греции множество но не таких размеров я видел только максимум там 100 метровая там может быть там 100 ну чуть чуть больше 100 метров уже таких размеров то что здесь я нигде не видел причем они нигде нигде и очень мало где есть такой высоты так что вот мы с не говорим что май приближается быстро теплеет и в этом году все раньше гораздо плюс туристы я был кстати где-то месяца месяца назад потом три недели назад и вот буквально когда прохладненько было но я удивился сколько автобусов очень много и у исаакиевского собора огромное количество и русскоязычная и других стран тоже метро поэтому вчера тоже когда за зубами ходил за зубами ходил на петроградке как раз был праздник помните это это было и позавчера я уже все забыл когда закончился рамадан я думал пойду отвернусь обратно через двойка вступы поснимает а может быстрее так вот но настолько устал и мне просто надо было еще на парна съехать поэтому я решил сократить но тем не менее стрит принципе на петроград сейчас тоже хорошо там много зеленых зон то есть тоже сам терпаловку сходить массовые ну конечно самое интересное это в окружении самого города хотя кто любит снимать именно с городской стрит и городской урбан и теле этого навала просто мне новые районы тоже интересовали но я понимаю что там где большое строительство те же самые район мурина ручьев там где эти домики которые натыкали в поле ну там я снимал там в основном лэп и то есть такие но вот на парнасе конечно когда все оформилась уже появилась такая вот там можно джунгли снимать настоящий то есть там есть ракурсы я еще пока не выкладывал где заречная улица такая помните это лесна на заречной улице улице может был так видел кстати назвать и вот я по заречной доходил и там есть реально вот место я встал вот так вокруг телефон я понимаю что все абсолютно одинаковые дамы как прямо в этом фильме нашим да ироне судьбы ну там они просто одинаковые внешне а здесь еще и цвет одинаковый и как бы дизайн абсолютно до 6 этажа темным камнем а выше 6 этажа там до 25 27 как бы ну то чередование ну и я думаю что все посмотрели мои мои шорсы там зашли во фликер я сегодня опубликовал фотографию которая интересная история хотите расскажу как я делал там есть такое место вдоль практически дороги трассы туда в сторону бугров там идут вот эти лобовые дома которые я хотел снимать еще зиму я шел 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 не потом смотрим народу все меньше меньше между там действительно новые дома и потом смотрю двора в дворах тоже стройка идет но дворы там не так как у нас внутренние таких размеров на 200 300 метров а там чуть ли не там километр такой огроменный дом что дома то высокие и внутри тоже идет стройка но вокруг то дома еще построена уже эти 27 этажные а в центре вот эти строят школу но школу там не двухэтажно как у нас даже не трех и не четырех такое большое огромное здание я смотрю и все это или с голубыми заборами или серыми заборами узнать что я люблю работать техники колорад делать урбан какой-то сочетанием небольшого количества цветов об этом кстати отлично сказала и екатерина кулакова что она тоже использовать несколько цветов для усиления восприятия и я смотрю там мужчина стоит какая там типа качель вантусная да сейчас погожу на этом будет лучше видно и женщина стоит такая поникшие вообще грустные такие все 20 джунгли машинка это интересно вот посмотрите шорт сегодня который раскрашена в цвет вчера снимал нас в районе это это не граффити это свет от лампы и там кусты покупали и получился такой а почему это снял потому что на парнасе я сделал как раз снимок и все мешок кстати выложу как урбан влияет на самих жителей кусочком ключи машина навесит под ягуара такого расписано покрылись это к тому что людям не хватает зелени они пытаются там и даже люди одеваются в очень яркие одежды бабушки ярко-голубых ярко-розовый то есть они пытаются оживить вот это свое настроение спорчу вот одежда да ну вот интересно ребенок такой на меня смотрел да какая там строил кадр занял позицию так вот я хотел вам показать вот это именно арт который песочница сейчас я покажу потом расскажу как как он получился ну и заодно расскажу про описание для него ну поняли да о чем вот эти 20 с чем-то этажные небо заканчивается эти небо нету я сделал кадр так что небо там нет внутри эта школа там сколько этажей непонятно 5 или 6 и огромная вот эта песочная гора не было два варианта но для того что когда шел с нижней точки только граница вот это горочки видно не видно не вот этих катов которые ну как бы эскаваторы да но зато этот горочка она маленькая но там внутри этого двора там есть такая типа беседки такая найти как зона сейчас делать ограждают стеклянные полиэтилен этим пластиком и внутри фото конструкция потом я уже когда все это отснял мужчина там так зависит от этой конструкции я его тоже через стекло снял он тоже таким видом покажет что не понимать что это такой для чего и вообще это мусор так вы видите гора земли такая высыпана то есть речь про то что вот для того чтобы снять с этой точки этот песочницу как у меня получилось там два камня сейчас мы камешки очень модно раскладывать я кстати один из камешек под снял видео когда ходил по моему за за страцессу мы смотрели он тоже очень интересно новый новый камень такой как типа огонь из камня сделан такой интересный артефакт в районе где новые черная речка очень начали старые древние где открыли новый парк такая зона пешеходная нового эрмитажа там это здание вот два камня я на один камень занес на маленький но там песочница побольше стало а второй там побольше но я залез на него ну понятно все на меня остались глазеть фотограф еще бы штатив туда запер свой да и разложился там приехали бы сразу полицейскими этому катали но самое интересное что я был следоискателем понятно что это я уже к нему так привык так с ним сроднился что помните у меня был выпуск когда его забыл собой взять просто забыл я пошел с другой сумкой с леви про и ну думаю камеру бросил как бы аккумулятор положил а вид искатель забыл я потом видео даже снимал что я настолько отвык снимать без него привык к нему что не могу ничего кадрировать нормально потому что он настолько точно кадрирует во-первых во вторых нем все видно плюс даже зимой вот я снимал 50 70 80 фотографий что дисплей полностью убавлен и для тех кто пользуется кстати 7 дп могу сказать что основной потребитель это дисплей и как только я убавил полностью у меня реально вот есть фотографии весной отдел 100 фотографий с одной зарядки старых аккумуляторов причем поэтому эта вещь незаменимая ну и конечно я уже рассказывал что технологически если вы не хотите с собой таскать штатива я тоже не последнее время просто ленюсь уже брать с собой вот я уже снимал множество видео что ставите тогда и получается такой трипот штатив который вот если даже внимательно посмотрите видите ничего не трясете даже если у вас руки в таком положении вы можете снимать смело даже до 15 снимал абсолютно резко но у меня просто ну и плюс пара и говорю про технику осознанного дыхания который помогает мне работать с с этими нормальными выдержками все все разбежались про фотографии задолбал ну не интересно так не интересно друзья но у меня еще там кое-что поснимал я не все еще выложил но тем не менее район интересный вот когда он уже оформился там действительно такой некая уже среда сложилась интересное место там обнаружил такой большая площадь такая и вся извешен такими флажками как праздник сказать я ее в шорте чему-то там закрыл фотографии ну вот она на самом деле производит такое гнетущее впечатление такое огромное огромное пространство и вот эти натянуты флажки какой-то апофеоз урбанизма какого-то странного очень поэтому кто любит такой необычный странный урбанизм может туда попасть нашел вот к чему я говорю но у вас какие планы друзья давайте поговорим еще про меня то все какие планы что какие мысли вообще мне кажется взбодрило то что шорса дает результаты во первых во вторых я вижу что много интересующихся новых молодых людей и среднего других стран и из японии там куча народу пришло еще я удивился ли стали смотреть интервью вообще как странно вообще все это в ю тубе но тем не менее друзья давайте подпишемся кто не подписался я редко делаю призывы раньше делал ставки даже в ролике сейчас уже забил на это считаю что кому интересно будет смотреть и метрики youtube и сейчас главное не подписчики просмотры а судя по моей статистике я вижу что количество людей которые местами смотрят на регулярной основе уже почти две тысячи странно что их меньше подписчиков тысячи но я не обижаюсь абсолютно тем не менее было бы интересно если бы мы по этим месяцем набрали 1000 меня почти 4000 часов это не для того чтобы я включил монетизацию вы должны понимать что для того чтобы зарабатывать реально на хотя бы даже оборудование которым я не говорил там про перемещение марита это надо чтобы быть быть миллионником и иметь ассад день за рубежом в россии сейчас это денег не приносит кроме того что прямая какая-то реклама и все остальное но я вам уже неоднократно говорю что вот эти так 50 подписчиков это это планка плинтусная там ты можешь там из себя все что угодно делать ничего не получится после 100 начинаются рекомендации я уже проверял соответственно после 500 тут я вижу меня актер сообщества соответственно я вижу другую динамику показов моих того что я делаю кому нравится смотреть или о чем я вещаю ну а тысячи это следующее это граничная следующая планка который позволяет мне моему каналу стать более показываемым другим людям сейчас это ограничено на сотни это очень сильно ограничено на пятистах уже возможности есть но все равно это не youtube это видит меньше тысячи это все не монетизируемый канал и это не интересны каналы потому что они не для youtube они интересны и для поскольку это все таки связано с деньгами да с показами с рекламой даже если она в россии не работает но сами алгоритм таким образом то что вот эти ступеньки а дальше вы знаете тысяча десять тысяч сто тысяч двести пятьдесят пятьсот миллион три пять десять ну и так дальше до 100 поэтому ни в коем случае я не подстегиваю и не говорю о том что у меня какие-то цели грандиозные я знаю что все что я задумал все уже есть весь вопрос будет нам интересно пройти этот путь увидеть эту точку вместе да ну ускорить этот процесс какие-то вещи помогают 5 видоискатель не помог например решить давнюю мою проблему с не брать штатив до каких-то условий до каких-то уровней выдержки до решить компактность также сейчас я затеял тот эксперимент благодаря вам может быть поменяем телефону нужно весь пыльный грязный там уже все желтые внутри и попробовать современными айфонами снимать целиком без камеры без фотокамеры большое количество фотографов не только за рубежом но и у нас уже перешли на такой способ фотографий и прокачивание своих навыков кто-то скажет да ерунда все это телефоны ну ерунда было сейчас уже не ерунда если уже конкурсы реально мировые стали выигрывать чат gpt ну звоночек уже последний можно сказать если бы это была просто игрушка да но сейчас это уже не игрушку поэтому я об этом говорил еще когда записывал ролики и тестировал спать его метаверс размещал там выставку свою час спать уже работает по полной программе там уже люди ходят сотни тысяч миллионы людей но я туда сейчас не хочу не хожу в принципе потому что я понимаю что это уже независимо она уже своей жизни живет кому интересно продажи фотографии насти посмотрите что такое спать его или посмотрите мой ролик хотя бы про метаверс там в принципе все это озвучил было это больше сколько больше 2 года или двух лет назад то же самое по что за касается именно ближайших планов ближайшие планы конечно это какой то сделать коллаборацию наверное с кем-то может быть у меня были возможности и принципе мысли по поводу поснимать каких-то моделей под какие-то бренды благо в принципе с телеграме все это есть есть чатов огромное количество можно конечно сделать как там как же называется цены из трех букв съемка за время time for prince time for prince съемка ну грубо говоря вы снимаете бесплатно мои за то что как бы просто вы вместе в коллаборации нет и такое объединение фотограф-моделей что-то снимают но может для кого-то это будет тоже новинкой кто-то не знает что такое есть есть еще направление связанное с туризмом я между фотографы которые организуют совместные какие-то действия с гидами один вариант это могут быть музейные гиды это могут быть гиды которые в сообществе часа большое количество сообщества туристических гидов том числе по альтернативной истории узнать из канала там в принципе и дарис соловьёва да да потом я рассказывал кстати и даже связывался с некоторыми из них уже проводят большое количество частных экскурсий у карелии по специализированных именно таких не просто туристических а именно по конкретной тематике альтернативной истории каменное зодчество там какие-то специальные пещеры то есть у меня есть мысли принципе вы знаете направление связано с деревьями связанные с необычным мартом с деревни то есть это принципе постоянно этим занимаюсь но пока все это не в как в ней выросла в какую-то законченную форму почему я говорю об этом с вами потому что иногда мысли приходят от сообщества они витают потом спускаются да и образуется какой-то уже готовая некий конструкт да из которого можно что-то облепливать и что-то рождается но вот в принципе это всегда все происходит именно таким образом если вы не ждете что-то пытаетесь делать то вселенная вам грубо говоря подкидывает какие-то направления да какие-то дверки от которых у вас в принципе уже ключ есть то есть новый дверь пока не можете найти вот почему я говорю почему я об этом рассказывать потому что многие и на в telegram канале и на канале тоже иногда спрашивают ну и по flicker и тому же самому говорят что вот ну flicker то год есть такое мнение что это все такое баловство там для обычного я не стал писать комментарий ответ но знаете я не соглашусь форме почему потому что очевидно вы не знаете фотографов и не смотрите каналы топовых фотографов я когда топово имею ввиду каналы которые имеют от 500 тысяч ну зарубежные до нескольких миллионов посмотрите фото трипера во флике он как фото триппер на ю тубе точно также можете посмотреть посмотрите канал макинон и несколько миллионов человек у которого своя собственная линейка люкзаков которая базировалась на американском производители по моему их дизайн они сделали отдельную линейку для него макинон у него собственная про компания сейчас поэтому хитом но ярчайший пример я считаю который по моему вкусу подходит до хитом да то есть канал небольшой там миллиона у него нет по 300 или 500 тыс я не помню но у него он входит в четверку вот этих топовых блогеров с 4 так называемые они даже совместно делали запуске всяких проектов адам гипс то же самое ну и плюс я молчу про европейский да хотя на хитом европейский английский фотограф плюс вот тот же самый павел может назвать другие имена я знаю еще из германии тоже блогеров к чему я говорю они все во фликере были друзья некоторые из них гипс до сих пор выкладывает адам гипс до сих пор каждый месяц выкладывать там пару фотографий хитом уже забросил но когда я начинал фликер и когда вы открывали запускали фликер с любого устройства первое что вы видели если вы помните эти времена фотография палатки с внутренней подсветкой на скале эта фотография сделана хитоном и она выбрана в качестве заставки когда вы запускаете с любого устройства в мире фликера часто изменилось сейчас фликер уже обновился и там идет лента нескольких фотографов тоже известны ну какие вам примеры еще ну давайте русскоязычный хорошо девушка которая в твери я вам про нее рассказывал который делал фантастические портреты недавно у нее появился первая фотография с дрона кстати она занимается детским портретом известнейший фотограф который по всему миру ездить снимает портреты на постановочные и козь костюмированные вещи до зарабатывать много денег имеет парк огромные оптики топовые кстати оптики поэтому я не соглашусь и примеров таких много хорошо давайте откроем вот просто вот я открываю при вас explore я вам даже сразу скажу практически через день вы можете в ленте explore этих фотографов увидеть вот сегодня такой день когда день день открытых дверей я их называю этот день когда здесь у них вам как бы но среди серединка вся вываливается и наверх могут попасть люди которые вообще там никогда не попадали в африке ну и который ничего особенно выдающегося не сделали вот сегодня такой день но даже сегодня вчера по моему вчера был один из самых известных фотографов лицо лейки амбассадор лейки не забыл как его зовут он снимает на в черно-белом на лейку но это не джакоб коэн которого 150 тысяч подписчиков тоже зарабатывать деньги стритом о джакоб коэн сейчас фотографирует в основном велосипедисток но вы знаете мою даже ленту сейчас открыть его час полистаем недолго листать вот пожалуйста последняя работа джакоб коэн а сегодня 10 часов назад вывешен групповой портрет стрит с велосипедистами но здесь видите у него впервые большее количество людей чем один обычно он в антерпену снимает диска одна действительно такой интересный код может быть к празднику рамадана он такой сделал там сзади восточные люди интересно очень-очень известный фотограф если вы его не знаете ну друзья ваши проблемы поэтому уверяю вас основные деньги зарабатывать в том числе вставлять и он три года был лучшим фотографом фликер европы ветер мир соответственно представляю практически все компании предоставляли ему технику дмитрий войнаев если будет смотреть вчера кстати видео фотографии он сделал сову черно-белую это наш пользователь наш человек с телеграма с нашего фотоскопа дмитрий желаю удачи и все если он внимательно будет смотреть все и слушать какую-то полезную информацию что я доношу то я думаю что будет рост такой же как у сергея быстро главное не не пропускать потому что если я записал там 20 минут на видео понять что люди там записали посмотрели три минуты и потом мне пишут в комментариях вопрос о том о чем я говорил в этом видео я вижу там 6 минут посмотрели можно конечно по второму кругу все это делать но тогда смысла мне писать об этом разговаривать если вы даже не посмотрели если у вас нет на это времени зайдите в тайм-коды там есть тайм-коды у меня включен автоматически там кода которых фликер не твой youtube не дает возможность плюс я прописываю вручную есть какие-то темы важные всегда важные тайм-коды прописываю вы можете даже в поиске их найти в обьетесь в ютубе это сделал для того чтобы если человек даже из камбоджи вел там какой-то вопрос на своем языке то ему придет ответ на ссылка на мой ролик где я об этом говорю вот как это работает если вы не поняли как это работаем и рассказываю что все через голосовые системы уже давным-давно в этом году ну как бы не знать об этом это плохо потому что вот вы что-то можете наговорить и сразу же получить себе показы рекламы вы не понимаете как это работает я понимаю давно потому что я этим занимаюсь и я исследовал это исследовался систем эти сервера которые все это хранили и соответственно собирали данные с разных языков с разных наречий сейчас это уже везде работает через буквально несколько месяцев я уверен что все каналы будут автоматически переводиться на любые количество языков топовые каналы сейчас 100 миллионники все переводится на все языки у меня есть некоторое видео которое перевел до 100 языку вручную как бы новым с помощью переводчика но это все в титрах работает можете проверить друзья посмотреть особенно какие-то популярные темы по кабелям у flicker у можете топовый flicker открыть и зайти есть вы знаете какие-то языки там суахили там не знаю там санскрит тонга там еще какие-то можете открыть посмотреть там это все будет поэтому когда я говорю про описание почему мы сегодня про писание упомянул и именно ту работу как песочница я сделал описание я ее выложил но я сделал закрытый сегодня утром мне пришло снизошло описание я его записал перевел и на 2 после этого я открыл работу я не размещала никаких группах абсолютно это касается бесплатного продвижения почему я говорю вы не должны платить там тысячи там или десятки тысяч рублей чтобы продвинуться как в инстаграме там вконтакте еще где-то это бесплатно вот смотрите это работа песочница вот сенбокс хотя один из подписчиков интересно мне прислал вариант селеги в нашей где такой восьмибитный человечек с ружью хорошо получилось мне понравилось описание показываю я просто записал этот подкаст как делать описание вот описание русский язык моими словами почитайте не буду английский язык внизу ссылка на канал на видео где я как раз это все сделал все я больше ничего не делаю никаких групп никаких тегов то есть вот сейчас это на органике все растет мы с вами видим вот она сегодня открыто 42 отметили общее количество просмотров 131 можете посчитать 30 процентов конверсии то есть на 130 просмотров 42 потому что открыто утром часто по европе 5 часов час 6 только америка просыпается соответственно основной приток просмотров будет как раз ночь завтра через сутки сможете посмотреть без всяких моих манипулятор только благодаря писать я как раз в этом подкасте рассказывал что у меня есть несколько работ которые набрали там 50 55 ну идут они они бесконечно показываются потому что там огромное описание причем я это писание не сидел там забивал вы думаете этом сижу там и там по двадцать тысяч знаков загаданных нафиг это не все это копируется вы ищете информацию вставляете можете визги к педи брать из откуда угодно никаких нарушений авторских прав здесь нет если вы создаете это все сами корректируете если вы изменяете делаете абсолютно уникальный текст но любая система вид уникальный текст поэтому плюс некоторые будут фликер зачем но вы забываете что фликер как одна из крупнейших площадок с аудиторией десятки миллионов человек по некоторым данным уже сотня миллионов человек она лежит на серверах amazon это самые быстрые самые передовые сервера компании альфа б куда имеет отношение google поэтому вся эта пирамида вся эта система поисковых машин она завязана если до восемнадцатого года когда я записывал ролики говорю что когда они переехали когда этот сбой был и потом когда они переехали все эта штука индексируется по всем системам сейчас поэтому почему хитону велико зачем зачем этим людям которые уже зарабатывают на принтах большого размера на ткани там тысячи там две тысячи пять тысяч долларов подают работы зачем он заморачивается с фликером они прекрасно понимают что это новая аудитория портфолио у них на сайтах есть но фликер уже в автомате показывает по другим местам которых их нет и я по своей статистике смотрю с какого количества сайтов стали показываться мои работы журнальные какие-то статьи поэтому если вы считаете что это игрушки что это баловство ну я так не считаю а что думаете по идее английского дубляжа видеороликов на youtube для параллельного ведения английского канала сообщества по поводу именно дубляжа английского ну вот я говорил как раз про то что у топовых каналов у и типа я и у этого 2 который забыл это мне больше нравится у них уже в автомате включена дубляж вот как раз все эти новые системы так называемые дяди которые тестировал потом еще одна контора который мне кстати заставила удалить ролик я сейчас кстати могу рассказать как эта история интересная я сделал в триале взял эту программу сделал этого персонажа который с кривым глазом помните такой и и как бы я не стал продлить оплату они мне через два месяца прислали за точнее как они просто взяли написали что ролик будет закрыт и удален потому что использована оригинальный регулярная аудио дорожка а поскольку это генеративная система то есть они сгенерировали голос моего персонажа я вбил текст они сгенерировали то есть они все права вот эти вы должны понимать что права будут иметь те кто это делает вот и люди которые сейчас ползли в это я в том числе но я в принципе понимал поэтому для следующих персонажей во-первых я изменил скорость во вторых я менял настройки звука поэтому придраться там не к чему то есть доказать что это реально их невозможно а вот в этом ролике я оставил их оригинальный звук сегодня мне прислали ну не strike но они мне прислали что предупреждение собственно он закрыт просмотр и через 30 дней удалил я его сам удалил там 15 секунд просмотров он 30 было обычно по несколько тысяч у меня все шутся а здесь он такой тестовый просто я к чему что вот эти системы которые сами сделают youtube это будет официально до переводят все если вы на премиума там уже субтитры накладываются да я это вручную делаю по поводу английского дубляжа то могут сказать так по моему опыту я переименовывал с момента появления моего канала канал уже 1 5 у меня в некоторых случаях когда я ставлю какие-то значки но знать сейчас есть возможность появилась в этом году делать уникальное имя у меня она есть это собачка дальше хавионик она уже за мной закреплено и теперь когда этот это да не так это просто имя в любой свой сковой системе себя вобью или там даже на фотографии будет у меня написано собачка фавионик то она сразу индексируется что это я к чему я это говорю так вот про что мы начали по поводу авторства про дубляж мы говорили а так вот если я менял название каналов соответственно у меня был опыт даже на начале создания канала девятнадцатом году когда уже бурно начали его продвигать ну в смысле заниматься я записал несколько роликов целиком на английском языке у меня есть они некоторые не удалены там приветствие такое в красной куртке этом кривом английском говорю полностью на английском описание английском титры все на английском никаких показов никаких просмотров не было много лет почему потому что основной массив был на русском языке точно так же сейчас у меня есть которые переведены субтитры на множество языков а есть шорсы я сделал целиком на английском да или просто идет песня музыка или текст на английском и что и название все описание но когда вы начнете это делать то увидите что поставить выбор языка первого вы сможете а вот изменить название например у меня полностью название все на английском и описание все но если вы начнете вот в настройках ставить конкретного ролика поставить его английский ну как бы англия там не знаю сша не россии не даст то есть этот показ будет только на россию со временем если это расширяется показа да если начинают смотреть других там он будет туда показывать но дозировка сегментирование рынка все равно есть поэтому многие блогеры вы слышали они говорили санг нужен английская делать английский канал если нужно французский там итальянский турецкий делайте турецкий канал отдельно это просто быстрее будет развиваться ваш канал а я этом тоже мешаю я тоже экспериментатор под меня всегда все это смешивают и вижу что в некоторых случаях получается я вижу какие-то мои записи где люди смотрят где что-то говорю но они включают титры и смотрят на что тема интересная все равно не смотрят и видно что эта страна не россия это может быть не англия не сша это могут быть даже восточные страны арабские страны индонезия у меня там в разные понимаете тут в чем дело я смотрю сам корейский канал а мне интересно какие-то до каналы у разных стран вообще по разной тематике вы же точно так же смотрите их да если субтитры если вы можете понять о чем есть если вы владеете языком также как можете понять как я да мне не надо даже субтитров я могу понять если очень сложная речь какая-то уже как бы требует высокого уровня самое время взглянуть на него мне прислали сообщение найдите венеру ядов сломай вот сегодня кстати хорошие снимки так чтобы по поводу английского дубляжа ведет роликов на ю тубе с параллельным введением английского канала сообщества не получится потому что но я могу так сказать все равно youtube к этому придет я об этом говорил еще несколько лет назад все превратится в стрима и все превратится абсолютно универсальные переводы то есть не нужен будет какой-то специальный софт ваше время сами системы будут транслировать на тех языках на которых есть проблема только в том что эти машины должно быть действительно очень разборчиво потому что те же самые переводы которые делали китайский да и там другие языки я вижу что коряво то есть точно также на русский и можно перевести и фраза когда читаешь не понимаешь о чем речь лишь говорить о незнаковых языках а именно вот этих картиночных термины иероглифы да то есть там ну сложно переводчик он тоже автоматически он конечно улучшает свои возможности но я верю в то что это будет автоматически сделано самим ютубом или другими системами и поэтому не надо будет париться с этим то есть также как вот я мечтал о титрах да но сейчас пожалуйста премиум титры автоматом включается более того дубляж на топовых каналов они уже сделали поэтому это вопрос только времени поэтому я для тех кто хочет создать сейчас канал я рекомендую вам создавать канал хотя поздно создавать вы таких роликах знаете когда там начинал создавать 17 были куча роликов поздно создавать 17 году потом поздно 18 19 21 что прости меня сейчас забьете насколько поздно создавать канал вас третьем грагу и в 24 будет то же самое 25 это к тому же что есть фотографии да ладно там съезжу в питер там в двадцать пятом году может быть уже снесет следующее наводнение но я не успел повезло или как я там говорю людям ходите в лес у нас сейчас рядом строится я вам показываю уже эти деревья которые даже фотографии продавались их уже нет они уже срезанности там или там недавно ходил в какой-то парк тоже смотрю там такие вот стоят на черной речке снимали помните выпуски несколько лет назад а потом я делал выпуск там такие метровые огромные пни торчат поэтому это из той же серии я отложу сделаю потом потом это никогда олег фото приветствую посмотрел записи у вас поздняя ночь интересное соображение по поводу будущих фотографий в связи с развитием нейроси а также интересно посмотреть если не сложный комплект ну да поймите до сигмана или что-то другом что дп переводов очень много спасибо век могу так сказать на дальний восток у меня тут тоже какие-то встречи встречается я так меня чувствую меня вселенная меня хочется лет я хочу туда съесть обязательно потому что я там не доехал я там был только не дальше 4 но у меня и знакомые и сейчас вот благодаря вам друзья подписчикам я конечно очень хочу попасть в эти места я знаю что там огромное количество совершенно невероятных мест и то что сообщество дало возможность во-первых познакомиться с вами во вторых люди тоже там интересуются фотографии и плюс развитие восточных вот этих я не могу сказать территории просто вся земля наша территория там если то очень интересные места и вот владимир по моему да на нашем канале подписчики в африке он присылал фотографии выкладывался до востока бухты очень красиво но южные части тоже ближе туда в сторону китай монголия у нас страна замечательно нас очень много то есть то что на крите континент его называют потому что там действительно климат всех континентов то в нашей стране это не просто какой-то остров это все грубо говоря климатические зоны но за исключением к туреальных поэтому что касается деревьев моя тема например по теме деревьев я хочу этим заниматься и меня была мысль сделать такой проект я его час вынашиваю но вот пока его не оформил это из земли так называемых то есть дерево как часть человек уходит быстрее чем дерево дерево обычно дольше растет но вот есть ключевые деревья когда путешествую всегда ищу на картах редкие деревья и вот на крите я был видел три самых древних дерева одному из которого три с половиной тысячи лет доказано там две с половиной еще какой-то я снимал то у меня есть фотографии и кроны размером там 50-метровый ствол там на ну там несколько стволов где-то метров 6 8 то есть эти деревья видели очень много того что в нашей истории ни в какой истории даже не показано за это время сколько она поменялась и поэтому даже просто нахождение с таким деревом рядом вы знаете что дерево бродать сильнейшим энергетикой во-первых любое дерево во вторых уже доказано и научными методами что дерево может чувствовать во первых во вторых они общаются есть огромное количество документальных научных записей том числе экспериментальному даже определение человека я в этих местах был поэтому могу сказать это так абсолютно поэтому находясь вот в таких местах питере тоже к сожалению дерево петра она сгнила хотел посадили новый росток ну вот мы с павлом как раз были в лесен носу и там вот эти деревья так называемого дубовая лекти петра петра там вот эти деревья они ну они огромных размеров и у меня возникает вот все-таки 19 век середина вот этот перелом это огромное наводнение и доказательства поскольку эти очень мало таких деревьев старше там 200 лет их надо искать но вот они там есть поэтому я думаю что у вас тоже наверняка есть такие места где есть такого размера такого возраста деревья что задаешься вопросом да почему она стоит а других уже нет так освободиться освободиться время все же попробую запилить второй канал полностью английском с авторами да это хорошая мысль и я могу сказать что это верная мысль потому что все если посмотрите популярные каналы они практически все имеют два или три канала дополнительных обычно лифт канал ну я до этого не дорос пока еще да но тем не менее у меня тоже кстати вот эти три направления по шортам например это отдельная способ создания отдельный монтаж отдельный способ мышления чтобы сделать по шортам да если раньше там все плевали шортам тик токи это разные вещи могу так сказать во вторых сделать хороший шорт качественный она бывает времени занимать больше чем классический вот я курочки на смотрите канал он сейчас пошел учиться правда в наш питерский фильм и там первое задание которое дали за минуту снять вот он снял и он сказал сразу хотя он снимает много монтирует канал у него про видео аппарат или про видео съемку так вот он сказал блин на минуту снять фильм это гораздо сложнее чем снять там 15 50 то же самое по шортам вот реально люди попробуйте кто не снимал снимите хороший качественный шестисекундный шорт чтобы он зашел чтобы он набрал там ну не знаю как у меня там один даже набрал 20000 за сутки поэтому но с маленьким каналом я не готова в миллионнике они миллионники могут эти 100 миллионов набрать шорт а вот с маленьким каналом как у меня меньше тысяч попробуйте набрать на шорте 20000 это шорт должен быть или хайповый один вариант то есть это какое-то надо снять ну которая неприличная а я так не собираюсь это делать поэтому я хотим что-то интересное и которое бы зацепило во вторых она бы раскрыла полностью тему для этого нужно вступление основная часть еще какое-то интересное завершение плюс у меня еще закольцовано есть я очень люблю кольцованные шорты они гораздо интереснее то же самое с английским каналом там немножко другая вообще все другое по английскому продвижению даже по тому что я видел в твиттере да то есть ну там продвижение сразу идет просто в 10 раз быстрее чем если ты на русском делать потому что сами алгоритм они на английском заточены почему я рассказываю как бы что если вы даже ведете фликер русский но сделать английское описание это просто расширит вашу аудиторию в несколько раз несколько десятков сотен раз и плюс поднимет показы в несколько десятков раз потому что алгоритмы они они конечно русском тоже делаю но когда основной поток настроен на таким образом вам просто быстрее это можно будет сделать вы конечно найдете там русскоязычных их огромное количество по всему миру но чтобы выползти вот из плинтуса вам быстрее получится это сделать поэтому если вы сразу начнете это делать вопрос экономить очень много лет вот так как освободиться винта коллег вот она ваш на данный момент на спасибо русский на ломаном английском обозревает советские зениты возможно за рубежом что-то вообще с техникой со со старой техникой с ретро спрос на нее не падает почему я об этом тоже говорил много раз и принципе когда еще канала мне не было рассказывал вот возьмем любое направление там часы автомобили аудиотехника аппараты оптика бинокли трубы ну все что как бы уже имеет историю там большую ну скажем даже не ретро да там 30 лет антиква десятком 100 лет не говоря в том 200 и больше этой техники этих артефактов этих предметов и одежду то же самое становится меньше объясняю почему потому что часть из этой техники убивается или одежда часть попадает в руки так называемых умельцев я их называю по-другому их называть но не в том смысле хороших в том что они считают что они все знают они могут настоящее произведение ну искусство хорошая вещь переделать адаптировать и в аудиоиндустрии есть такой известный адаптатор свобода называется он брал лучшие образцы то что делал кондо лучшие образцы то что делал филипс штучные ну и там менял всю схемотехнику менял провода менял саму базовую систему улучшатели так вот я всегда таким людям говорил вот вы взяли этот сиди 100 вы потрашили разобрали 6 блоков питания и поменяли конденсатора изменили все звуковую часть дальше после этого вы там доказали что он реально играет лучше дальше что происходит вот это устройство когда вы задумаете его продать твою покупать там за 1000 долларов вложили там две три четыре пять ну грубо говоря да выставили знаете сколько она стоит 2 доллара она ничего не стоит она переделанная испорченная то есть это мой подход и он останется навсегда потому что ценятся только исходные оригинальные то же самое автомобили то в курсе с американским именно вот этим клубом любители старинных автомобилей вы знаете в питере я тоже знаком с людьми которые интересовались даже в то время сто двадцать штын и кузова mercedes купе да то есть те машины которые реально восстановлены с использованием оригиналов они только вот нолики каждые 10 лет прибавляется сзади любой все те которые ставятся не оригинала и они уже в принципе переделаны они ничего не стоит вообще это не копейки то же самое по каналу с обзорщиком у меня попадались очень редкие экземпляры оптики немецкой до довоенной которые еще реже потому что они там специальным оборудованием можно было раскурочить распили там или там редкие какие-то наши объективы до военных раскручить разрезать и сделать из них не у нечто подобное для того чтобы присобачить к своей sony там 4 который там через пять лет на помойке будет держать ну потому что сроках этих эксплуатации этих камер там не 50 не 100 лет и там цикл 34 года хоть он не стоит дорогие то же самое здесь люди разрезают эту оптику дальше потом оставляют на ebay там все и за копье счастливая если бы они сохранили в оригинале то потом когда вы заходите для сравнения оригинальный такой увидите что там уже четырех пятизначные шестизначные нули в долларах как такое может быть спрашивать чек который его там пять лет назад разобрал разрезал думал что сделать из него лучше он чешет локти также как все чешут кто занимается переделками да то есть я жесткий противник переделок хотя я этим занимался в возрасте там не знаю 16 15 20 25 лет сейчас уже не занимаюсь почему потому что я понял очень простую вещь то что оригинально она заложена самим мастером мастер этот он жизнь свою потратил на то чтобы это создать пусть это даже 140 кузов mercedes которым кому-то нравится не нравится но если он в оригинале то почувствовать что он мог сделать только когда вы в оригинале все когда вы подвеску оригинально переделано это уже это уже другое здесь множество я помню сколько лет занимался и волги всякие ездили скорость до сих пор ездит и всякие интересные но вот у меня были на есть знакомые которые поддерживают вот эти редкие машины которые сотнями экземпляров десятками это очень дорого стоит да но стоимость этих изделий этих коллекционных да она как стоимость не любого оригинального продукта который сделал мастером она только увеличивается причем увеличивается в таком в такой геометрической прогрессии что иногда не поддается описание ну я рассказал историю про диск который нашли битлз да нам в подвале когда еще битлз не было на не записали 150 тысяч фондов он нашел объективы лейк посмотреть сейчас аукциона кристи каждый год когда находит редкие объективы не вниз не серийные это сотни тысяч фунтов то есть тем не менее я иногда вижу вот какой-то лот да появляется какой-то площадке я вижу что это очень редкая вещь там серийником 2 3 и там один человек там продает и потом смотришь этот объектив уже переделаны я первая мысль не возникает вот какой дебил это сделал зачем вот он если бы он выждал пять лет а через пять лет уже будут камеры которые позволят любое устройство превратить цифровое или там какие-то устройства которые позволяют любой объектив любого времени сделать как бы из него что вот если бы он дождался этого времени то он в принципе мог бы не работать вообще ничего не делать продавь эту вещь но тем не менее вот люди не верят в это с пластинками то же самое с лентами с магнитными все то же самое то есть никому ничего не учат я об этом рассказывал еще в шестнадцатом году по поводу магнитной ленты сейчас смотрю вчера кучеренко запилил ролик про студию который у нас в россии занимается мастерингом на ленты ну и записями музыкантов на ампиксы на на широкую ленту 24 дорожки в шестнадцатом году там как уж на пятнадцатом году когда меня ревок стоял я еще показывала скалы принципе клиентам демонстрировался это можно было посмотреть услышать но опоздали 7 лет прошло но попытки как-то взбодрить людей которые ну не понимает как это как это устроено что же что из этого можно сделать и сколько это стоит усилий человека часов и какой уровень знаний на то чтобы с этим работать но к сожалению большинство людей считают что можно вот так вот интернете посмотреть я там специалист большой звукорежиссер часы куплю себе восьмидесятый студеры будут тут мега крутые дети ремиксы делать на нем хотя я приветствую всяческие эксперименты если конечно интерес к технике людей но могу сказать что когда вы попадаете на технику на находящиеся на грани науки и искусства да то есть вы должны себе задать только один вопрос вот готов я с ней работать и во-вторых и позволяет ли моя не то что квалификация даже отношения да можно не иметь квалификацию но и отношение техники должен быть бережно это все такая такой спич по поводу русской английского канала небо разумеется но я просто не думаю что это будет ограничено английским потому что есть например сегменты я это вижу прекрасно не по абсолютно пустырь в некоторых странах как бы ну особенно вьетнам например вас взять там есть арабские страны где некоторые ниши абсолютно пустыне но почему-то люди считают что там никто ничего не смотрит и вот эта тематика там не заходит я просто нет поэтому кто первый туда залезет тут в принципе в тапках английский язык понятно что он популярный он очень популярного сильно распространено дает на него заточены но вы не забывайте что в горит мы сейчас перестраивается я про нет написали в комментариях что там продвигаю фликер не мне просто нет идея или заниматься мне интересно то есть мне какое-то направление интересно я этим занимаюсь так вот по поводу фликера я рассказывал вам еще полгода назад что обнаружили мы такую интересную вещь благодаря тому что мы общаемся во фликер до русскоязычное сообщество не только которые живут в россии и я увидел что стали попадать раньше не было верхняя самой строчки русскоязычные авторы ну ладно там попадали бы известно действительно у которых там все хорошо что все шкалами а стали попадать люди которые ну скажем так они не основной заработок на фотографии их стали брать десятку первую поэтому стали попадать авторы из других какие-то очень необычных мест и со своим видением то есть алгоритмы сейчас некоторые говорят толерантность нет я не могу сказать что толерант но могу сказать что то что изменилось отношения и вот это такое какое-то как-то называется слова предвзятые отношения каким-то конкретным автором было сейчас это меняется в корне ну вот классический пример это twitter когда-то все это началось после этого я трачу я уже дитом перестал пользоваться там получилась от дичь дичь сейчас я так понимаю что марк все переделает и скорее всего это будет совсем другая площадка поэтому что касается остальных соцсетей я думаю ждет то же самое единственное что мне кажется мне кажется что будет некая сегментация по именно я не знаю как это выразить даже не по каким-то языкам не по каким-то а именно по темам я думаю что все таки тематика тут ключевое потому что по большому счету если вы интересуетесь на ну для аудо фотографии да вы знаете хитро вы знаете гипса вы знаете там остальных известно какая разница на каком языке друзья youtube автоматически переводит вы пишете помин человек который автора он его раз открывает перевод и слушать на читать на родном языке уже это не нужно делать уже наверно париться он уже может прочитать может ответить на английского прочитать на русском вот эти переводчики которая вспомнить продавали там за 500 за 1000 баксов такие кассио были сейчас их можно на авито купить там за 500 рублей по моему поэтому вот с точки зрения вот этой норы сетей да они уже принципе там забрали все весь хлеб в этих переводчиков и не только поэтому да и эти машинки могут переводить все точно так же по губам они могут перевести о чем человек говорит поэтому сделать англоязычный канал не делать англоязычные сами решайте другое дело что вы должны понимать что единственная валюта нового мира насколько сколько во времени готовились заниматься поэтому один вариант это платить делать аутсорс кто-то занимался второй вариант дальше когда вы начнете делать англия английский канал один русский канал когда вы поймете сколько времени у вас занимает все это после этого уже на решить скорее всего это будет аутсорс потому что по большим каналам я вижу что там он на аутсорсе все и монтаж и сборка и обработка и эти значки поэтому ну когда у вас уже такая аудитория когда вы уже в принципе считается основной основной работой это то для вас уже вопросов не стоит отдавать вам сказать что вы отдадите потому что вы будете больше времени тратить на съемку снимать то что вы записываете точно так же по фотографии да то есть если я понимаю что мне нужно вот именно сходить туда поснимать обязательно обработать я смогу там и через полгода подписан на наш канал узнать там ребята укладывают фотографии который сделан много лет меня тоже большой архив да есть какие-то вещи я через многие годы только понимаю что из них можно сделать они становятся более интересны потому что этого уже явление редко становится я снял и это можно вновь запустить до по это по разным жанрам и не только фотографии касается какие-то записи тоже там валялся в меня помню альбом на компакт диски швейцарской компании там по монетестовые делали до студии чертам забыл какой-то известной электронной группы у них был проект совместной с каким-то известным музыкантом он там выпустил их там помнит не принесли когда он это болван это студийная такая штука как массе потом когда включил через некоторое время и обалдел какой-то уровень как то что за пространство да но это я называю как бы многомерные пространство записано настолько божественно что по прошествии только там нескольких там 15 лет появилась акустика которая позволяет это все показать до этого все эти деревянные божества да на них ничего слышно не было поэтому вот то же самое может произойти с какой-то оптикой если вы хотите заниматься средной оптикой а вы знаете что вот например один из людей который понимает в русскоязычном и блогер является это вячеслав советик у него большое количество книжек написано плюс он понимает прекрасно что есть оптика которая превосходит он об этом тоже говорит я и на фликере вижу отзывы людей и рассказывал пойти гамме японцы которые снимают юпитер 3 вообще ничего не снимает только снимать юпитер третьим снимает цветочки только цветочки попадает каждый там 16 дней в экспорт иногда там на верхней паре недавно был помна втором на третьем вообще ничего не ехали там почему потому что когда вы инструментом пользоваться начинаете досконально когда вы изучаете почему вот мне эта штука я довел уже все я это как моя часть руки знаете как помните я всегда привожу пример вольный перевод известного нашу подскажите вы пишите как его зовут как он говорил бойся не того человека бойца который знает десять тысяч приемов а бойся того кто один прием сделать десять тысяч раз вот то же самое здесь если вы найдете свой инструмент это может уйти вас там не знаю пол жизни но когда вы начнете с ним работать когда вы откроется для вас это будет вашим неким продолжением вашей руки или глаза то у вас вопросов не возникнет почему там один фотограф снимает только эти и почему там я рассказал про фотографа одного из самых известных который снимала много лет на ролифлекс 6 на 6 и у нее там вот эти шестиметровые распечатки висят нью-йорке про мегапикселей вот я к таким людям обращаюсь ребята забудьте проект то есть она на этот инструмент настолько изучила она досконально снимала на него там карте того саму возьмите как он там налей очень любил снимать двойку-тройку поэтому здесь все выбор инструмента и может это определяет ваша дальнейшая возможность двигаться понятно что совершенствуется инструмента есть там человек купил там первую семью семерку соли потом то вторую и третью и четвертую пятая и шестая и десятая потом вдруг раз все продал купил все накануне пришло вот профессиональные фотографы если они видят что и не хватает и есть какие-то возможности улучшить да если же инструмент вас устраивает то оттачивайте мастерство ну поспорить можно на меня набрасываться часто вы когда это вообще ругает все старых владели вы владелец камеры вы не готовы пускай думает мне же не важно что обо мне думать я вырос из того возраста когда не было важно чтобы мне думать честно мне интересно посмотреть реакцию всегда было да но мне абсолютно не важно потому что то что я думал о том что я хочу гораздо для меня важнее вот так я скажу обещал уже свелочь про спонтанный стрим про города обманул обманул но почему по город потому что в городе можно много чего поснимать во всех жанрах и пейзажный пейзаж городской и стрит и урбан и макро и все что хочешь что не скажешь что можно сделать например в парях какую-нибудь или там где-нибудь на какой-нибудь лодке плавая город да тут все есть и портреты и стрит фотография поэтому есть кстати много авторов которые смешивают жанр то есть мне интересно какой-то жанр я использую сданут со временем конечно оформляется какой-то не то что стиля видение которое как-то сужает старается сужать рамки и вы видите уже что вам действительно получается да почему я об этом постоянно говорю что фликер как раз можно рассматривать как некий индикатор того что у вас получается на раннем этапе ну я считаю все ранее когда когда вы уже четко понимаете чтобы вы хотели но не знаете как это реализовать это может послужить некой путеводной звездой потому что вы по реакции людей например можно в инстаграме то же самое можно там я знаю людей которые десятки тысяч подписчиков да они там очень плохо снимают но у них там много поклонников потому что они сами харизматичны пленочи не харизматичны поэтому мне честно говоря всегда было интересно сам процесс во первых я считаю что любая наука любое любое мастерство и творчество но это в принципе сам процесс и вообще жизнь сам процесс поэтому если вы проживаете как бы этот процесс там все становится легко и приносит удовольствие если это через силу делается ну со временем получается определить что значит этим нельзя зря занимался нет на самом деле не зря просто ты тоже какой-то опыт получил но ты там уже все сделал да ты уже все как тебе скучно там становится точно так же фотографы которые постоянно снимают людей но я смотрю сейчас телеги там люди обрастают час съемки там пригнать свору детей поснимать там за полторы тысячи рублей и вот чек там ездит снимает 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 а потом я смотрю канал как бы ну я понимаю что ему это настолько надоело он за год выгорел весь ну принципе чек надоест просто точно так же если каким-то делом сам занимаешься если ты его не развиваешь каком-то новом ключе тебе это очень быстро надоест на любое занятие также в городе да но есть конечно мазохисты которые там буду все долбинить и все черепушечники черепушки снимать или кушечники называли раньше 80 который снимает голову просто людей миллионами поэтому тема города конечно так вот мы хотели с вами обсудить эти телефоны смартфоны и я смотрю помните тема была с xiaomi который хотел присобачить лейковскую всю линейку объективов они принципе все уже готовы по-моему серёжа его и там уже там блогер известный был линда снимается поэтому все это к этому придет в другое дело что его что если технологически вот этот процесс за который нобелевку получили вот эта амарная оптика она пойдет сейчас смартфон то уже эти большие тяжелые объективы они вообще никому будут только коллекционеров понятно что так же как и при смене парадигмы да я уже говорил о том что он помните времена когда эти были кнопочных много телефонов с камерами ужасным потом вышел айфон и как-то все поняли что вообще все поменялось потому что пришло устройство устройство самой сервис который вместе с ним пришел айтюнс когда можно было купить не просто пластинку или диск а можно было конкретный трек купить были попытки продавать треки и без айтюнса да но это ни к чему не привело потому что это было неудобно как только джок сделал как бы айтюнс вместе с айфоном люди поняли что действительно вот а за один доллар я могу купить песню там или там помните там за 10 долларов за 5 долларов альбом сколько у меня этих куплен альбомов они лучше играют чем многие компактиски которые продаются все и летайте компания sony это направление похоронил история много раз рассказывал точно так же вот эти как бы периоды смены технологические когда меняется благодаря технологии новым то есть а айфон то появился видите как компания никогда не делала не не музыка не занимал ну как можно ipad рассматривать но я просто говорю что приходит совершенно новое оттуда откуда не знаешь вот сейчас это новая это то что называет нейросети они люди не поняли что он нейросеть это не дополнение к фотоаппаратам многие так до сих пор считают что это дополнение к автомобилям до помнение фотоаппаратам дополнение к городу умному который мы с вами вчера были дополнение к там ну к чему угодно привяжите это Это уже не дополнение. Это технологически другой сегмент, ну как бы переворот индустрии. И то, что она сейчас сделает что-то новое, что раньше не было, вот сейчас новые эти ростки появляются. Появились какие-то возможности, которые раньше люди считали, что это невозможно сделать. Просто потому, что на это потратятся или миллионы лет, или очень много человека часов, или это невозможно сделать, потому что не создано такое устройство. Но вот эти устройства сейчас начнут делать то, что раньше невозможно было сделать. И вот когда это произойдет, тогда появится возможность делать что-то новое. Так же, как вот iPhone. Помните, перевернулось. То есть все. Люди слушают музыку, даже на дорогих системах. Если специальный софт поставить, у меня стоит, я слушаю. Я мечтал, чтобы люди смогли сдвинуть свое восприятие настолько сильно, но это было возможно только на дорогих системах. Специальные наушники, специальные усилители, специальные кабели. Все это уже проходилось. И там в девятом году, когда этот концепт уже запустился, у меня сработало, все заработало. И я тогда еще думаю, блин, ну когда же это будет на iPhone? Ну там с каждой новой версией обновления от программного обеспечения эти устройства играли лучше. Потом были специализированные продукты, программы для того, чтобы извлечь данные таким образом по времени точно, чтобы джип-то практически был нулевым. Тогда это была совершенно фантастика. Сейчас это абсолютно реально. Но самое интересное, что догадя до какого-то уровня вот это качество, точное время, время, частоту, энергию, можно перейти на тот вариант, когда уже и наушники мало. Что не надо покупать за 400 тысяч новую Yamaha, которая только вышла. Что можно даже на айфоновских наушниках, можно это услышать и увидеть, развернуть эту картину. Люди не верят до сих пор, что это возможно. То же самое произойдет, когда вот это будет создано, это в ближайшее время будет создано. И когда люди скажут, нифига себе, значит теперь можно что-то делать вот в этом же ключе, но только с помощью этих систем, с помощью нейросетов. Пока это вот ростки, то есть вот нейросет нарисовала что-то, создала какой-то, нарисовала вот этого ума, да, озвучила его, там еще что-то, там написала программу, написала там реферат, еще что-то. Но это на самом деле повторение то, что было все, это все, что было. Но когда создастся что-то новое, принципиально то, что скажут, человек это сделать не может. Человек может написать пойму, может, может там потратить 20 лет и написать книгу там какую-то интересную, супер, может. Но когда это сделает система что-то совершенно принципиально новое, то тогда вполне возможно, что понятие фотографии, оно просто закончится. Я, понимаете, о чем речь говорю? Наверное, не понимаете. Представить это сложно, что просто перевернется все. Поэтому я говорил, что фотограф может быть человеком, который, как бы, выбирая на карте или давая какие-то реперные точки, задание давая, да, может создать определенную заданную композицию, не имея физического нахождения объекта, портрета, пейзажа. Понимаете, да, что я об этом говорил. Потом, через какое-то время, ты говорил, что такое возможно будет. Потому что Google Maps уже это сделал. То уже есть места, куда нужно посадить человека и посадить в какой-то объект и получить фотографию, как будто там это было на самом деле. Это то, что называется вирту. Растом метаверс моя была. Трансляция два года назад. Поэтому понятно, что сейчас, когда первые, там, помните, компьютеры, когда фотографии были такие квадратиками, или когда люди, там, такими квадратиками были, видео, когда Ютуб появился, помните, какое качество были первые ролики. Посмотрите, кстати, первое видео на Ютуб в зоопарке, порадуйтесь. Поэтому, что касается, то же самое с Ютубом, я думаю. То есть я там сижу, сейчас у меня там машина передо мной, камера, микрофоны подключены, провода, нудбук. Но это уже как бы меньше, чем раньше, ящики там эти, я помню свой, когда iPad, это это, iMac. Я понял, что это все уже. Ну, это, ну, это артефакт уже. Хотя, когда, помню, купил, был стационарный компьютер, специальный монитор, куча кабелей. А тут, я помню, коробку открыл, принес, в 13-м году. Достаюсь коробку, и супруга спрашивает, а где компьютер-то? Даже дисплей принес. То же самое будет, когда вот эти новые системы. То есть, а где человек, или когда я трансляцию Соноса первого делал в 9-м году, а где люди-то, которые играют? Вы назовите исполнителя музыку, я вам включу сейчас прямо тут же, без всяких дисков. Они смотрели, у вас какой-то секрет. Никто не верил, что такое возможно. Потом уже только через какое-то время вышел iPhone. О чем я говорю, что технологически, когда идет какая-то новая технология, она меняет настолько сильно отношение к возможному, не к самой технике, а к возможному. Автопилоты грузовиков, дроны, которые перемещают. Это все на самом деле такая, знаете, как небольшой костыль. Потому что, когда технология уже полностью оформлена, то появляется совершенно другой способ взаимодействия с тем, что раньше было нельзя. Невозможно было представиться. Вот я сейчас сижу, там какой-то мне документ должны, помните, по почте получить, там, или по факсу прислать, отправить, криво загруженное, там, чего-то неработающее. Сейчас вот помню иногда, а, до сих пор, кстати, есть фирма, куда звонишь, там, примите факс, или там звонят, примите факс. Хочется, знаете, так постучать. Вообще, вот где, ребята? У меня сейчас под диваном факс лежит, я сейчас выключу его. Или ксерокс. То же самое, вот когда какие-то новые технологии появляются, да, когда смотришь, люди там, а вы мне там это через, или как несколько лет, когда канал, помните, встречаешь человека, там, а как вот у вас канал называется? И все, там, забивая, там, что-то там. Сейчас фуар-кодом можно, а можно просто сказать. То есть, а будет время, когда даже не надо будет, ты просто сказал, и он уже автоматически самоустройство все нашли. И ответ на что сразу. Чего там опять запотело-то? Ничего не запотело. Это тянутся руки. Меняют фокусировку, размывают, чтобы его не было видно. Ираклий. Привет, Ираклий. Рад слушать, видеть наш постоянный пользователь канала Фавионовича. Что такое, что он такое новое принципиальное? Все органы чувства человека те же самые, что изменилось в нейцизме. Да ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Те же самые практики остались. Те же самые практики познания самого себя, кто я, что внутри, кто маной управляет, или чем я могу управлять, что я могу дать этому миру, или что я могу взять. У всех разные вопросы. Новое принципиальное, я имею в виду в техническом плане. Мы рассматриваем сегодня город как среду, некую среду, которую часть сферы не назовешь, но все-таки среда. Поэтому новое принципиальное, которое нам позволит вот это записать в утиль. О, резко сразу стало. Или вот это, скажем, тоже записать в утиль. В 16-м году, когда я показывал, что я собираю монтаж и делаю все обработки на вот этом планшете, когда он вышел, все крутили виска, там владельцы Z, Z, вы можете помнить, MacBook Pro Z серии, кастомные. Сейчас они сколько, миллион, по-моему, стоят. Но потом я, когда показал работу, эти все сразу Z, все продали. Купили себе прошки такие. Ну, я просто видел это точно так же, как многие вещи, которые я вижу, что ну вот это уже все, оно мертвое. То есть уже пришло новое, то, что многими не будет принято, потому что они еще не готовы к этому. И зачастую проблема заключается в следующем. Ты что-то создаешь, как инженер, как, ну, как бы создатель чего-то, чего-то интересного нового. Но оно работает, все ты показываешь, там все, все абсолютно нормально. Можно даже сделать некий концепт. Концепт есть у тебя, все, рынок не готов. Абсолютно. Ты делаешь это, покажешь, все говорят, что офигеть вообще просто. И даже снега специалисты говорят, что просто это невозможно, он это сделал. А дальше это нужно как-то масштабировать или продать. Продать это невозможно. Потому что так же, как Бааба, да, когда появились, там, Битлз, да, сколько они там улыжились, там, да. Ну, как по группам, например, да. Ну, они то же самое играли. Никто, ничего, никому нафиг не нужно было. То есть говорят, вот типа менеджера продлили. Нет, просто сама среда, само состояние музыкальной индустрии, они шли дальше. То есть они, хотя это можно перевернуть, что их там специально научили, специально подготовили все. И вот это все, это было уже придумано, раскачали. Но на самом деле не так. Потому что вот давайте в качестве вот примера, да, кто будет смотреть, напишите в комментариях. Вот какая-то технология, которую вы знаете, что вот, например, она, ну, она будет такая, да. Кто смотрит фантастические фильмы, все это показано уже. Причем показано уже намного десятилетий вперед, и все, что мы сейчас собираем, это все подметки того, что показано в фильмах. Хотя даже в то время, когда эти фильмы показывали, Карпентер, Спилберг, все остальные, да. То есть люди говорят, что это невозможно. Ну, какой терминатор, о чем вы говорите? Какие ракеты вообще с этим антигравитационным этим фигнем? То есть что там через свет можно передать? Какие компьютеры там, которые квантовые? Все это муть какая-то вообще. Сейчас смешно на это, потому что, ну, я пример. Примеров, на самом деле, еще много можно привести. Ну, а что касается принципиально нового. Принципиально новое, это находится внутри нас, как бы именно наше видение. Поэтому вот восприятие чего-то нового, оно и меняет, как бы, все вокруг. Потому что как только вы меняете свое восприятие, если раньше считали, что, ну, пошел там, надо дом построить, вырубил там пол леса, там, построил эти дома, да. Ну, одно дело, когда этот лес, он везде под ногами лежит после наводнений, там, и его надо куда-то совать, и из него там все делать, да. А другое дело, когда там вырезается целый квартал какой-нибудь, да, там, елок, этих, не знаю, кедров, там. А на этом месте ставится из песка сделанная песочная очередная, да, которая развалится через 20-30-50 лет. Там, а лес этот выращивался, там, 300 лет, да. Он там позволял людям дышать птицам, там, все остальное. Вот я про что говорю, что когда вот это, ну, должно измениться все это восприятие. И когда восприятие меняется, тогда он понимает, что вот, ну, вот это делать не стоило. Может быть, ну, как жить процесс, поэтому, ну, получилось-то, а что делать? Конечно, ничего не меняется. Все это, все это плод. Кто-то говорит, ума, кто-то считает, что это нечто большее, чем ум. Поле вернадского. Мы, конечно, конечно, мы творим вокруг себя все. Создаем мир этот абсолютно точно. Вопрос только что. Вы ли умные люди, которые писали книжку? Про материализм, про идеализм и прочие измы. Про фавионизм почему-то вот только фавионич пока вещает вам про фавионизм. Так что вот, кто хочет фавионить, вперед, как говорится, из песни. Кто приедет в Питер, буду рад. Что касается городских новых каких-то направлений, я постоянно говорю, что есть очень много ниш пустых, свободных. И примером, ну вот я могу привести вам. Ближайшее то, что я общался с человеком, тут Екатерина Пулакова. Она создала, в принципе, тренд. То есть, ну как, народные костюмы, там люди по всему миру снимают, и народные какие-то постановочные фотографии с народных костюмов. Но когда вы посмотрите работы, вы поймете, что она коснулась чего-то нового. Это не просто фотографии народных костюмов. Это даже не просто интеграция человека в среду, то, что фавионич любит очень. И то, что стрит, и то, что какие-то силуэты в природе. То есть, это как раз о том, когда ты начинаешь общаться с этим человеком, ты понимаешь, что она тебе сейчас рассказывает прямо в камеру те мысли, которые ты хотел спросить, как бы, и то, что ты делаешь. То есть, это некая магия происходит, и, соответственно, ты понимаешь, что вообще на самом деле мысль, как говорится, она спускается, да. Она витает. Почему такое выражение в русском языке? Мысль витает. Это не то, что в голове рождается. Это откуда. Мысль. И вот, когда она в присутствии многих людей, она начинает оформляться, появляется новое, то, о чем мы сегодня говорим. Новое, непознанное, новое, то, что... И все так, о, нифига круто. Класс. Надо это сделать. И потом находится один, может, человек там из тысячи, который скажет, ну да, это надо сделать. Ну, как это сделать? Ну, давайте попробуем. И он бьется над проблемой. Как это можно сделать? И ответ в основном приходит не сразу, конечно. Но если ты четко знаешь, что это можно сделать, то это точно будет сделано. Поэтому все эти непродолимые проблемы, которые с квантовыми компьютерами, да, на них решили. Все проблемы связаны с решением, можно ли сделать какое-то устройство, которое будет ни на бензине, ни на газу работать, да. Помните, я читал вам про Теслу, мне тут тоже в комментариях написали люди, я такую дичь и давно не читал. Меньше смотрите YouTube, я имею в виду, что если вы действительно хотите получить ответ, ну, откройте документы в открытом доступе, сейчас он есть. Я когда он только появился, по-моему, это был в шестой или седьмой год, я там искал по библиотекам, когда начали публиковать дневники его. Сейчас они есть, можно даже на YouTube озвученные уже переводы найти. Без проводов, да. То есть он хотел увидеть мир без войны, без голода и без проводов. И провода он допускал только в устройствах. Вот то, что внутри здесь есть, провода есть. Все остальное без проводов. То, что сейчас происходит, мы с вами общаемся, мы общаемся с вами без проводов. То есть провода только внутри вот этих устройств. Все. Вся остальная позиция касается чего? Эфира, которого не существует. Ну, поэтому в каждом телевизоре, в каждом ящике утро на новостях, мы в эфире. Мы в эфире. Ну, а что тогда говорить-то про эфир? Из эфира нет. Кто дурак после этого? Тесла, да, дурак, который ничего не сделал. Как мы написали, мне там ничего не сделал. Я, в принципе, могу сейчас поспорить на все, что угодно, что вот люди, которые меня смотрят, в данный момент их окружает несколько устройств, без которых они вообще не представляют себе жизни. Например, там лампочки. Кто их сделал? Любые двигатели, которые работают от переменного тока. Кто их Максвелл, что ли, сделал? Турбины дисковые. Ну и дальше по списку. Радиоуправляемое устройство. Первые пульты. Первые радиоуправляемые вообще по радиоустройству. Кто их придумал, кто их сделал реальным. Не то, что там на бумажке, а сделал их то. Ну и дальше там список огромный, на самом деле. У него такое количество патентов и готовых изделий, что некоторые до сих пор находятся в Штатах, они засекречены. И больше всего, конечно, вот это касается механических турбин. Там информации очень мало по ним. И сейчас вот они реализовываются. В проектах, в которых вы везде там из каждых утюгов на вас орут, это в принципе и вовсе проекты. Новое, хорошо забытое, старое. Даже в масштабе одной жизни главные процессы бывания. Ночной эфир строит эфир Пушкин. Струит эфир, да. Ночной эфир строит эфир, да, Пушкин. Да, есть такое было. Не, согласен полностью, да. Циклы, во-первых. Во-вторых, действительно все по кругу. Да вообще все циклично, да. И вращение всех больших небесных тел. И циклы по социологии. Все вот эти теории Эллиота, да. Все волны Эллиота и прочие, да. Теории циклов. Даже Земля с Луной, да, вокруг Солнца. Все это по спирали происходит. И потом проходит какой-то цикл. Да, вот я про наводнение упомянул. Ну, там начали продвигаться родители. Приезжайте в Питер, посмотрите, отметите 1724-й глобальное наводнение. 1824-й. Мегам наводнение. 1924-й. Я ничего не придумываю. Это все зафиксировано. Вы можете потрогать эти знаки. Они стоят. Отметки в Кронштадте. Кронштадтский фурсток. Они же эти отметки, ну, основного меридиана нашей планеты, да. Который был нулевым. Которым я записывал в ролике. На них стоят все самые знаковые города мира. Там пирамиды. Истамбул. Киев. Санкт-Петербург. Все это ставит на это параллель. Но потом, конечно, сделали 30-й. Понятно, для чего. Но это была нулевая. Пулковская меридиана, так называемая. Поэтому все по циклам. Все точно. Циклы разные. И 60-летние, и 12-летние. Там календари все эти. Часовые. 24-часовые. Это все циклы. Жизненные циклы человека. Циклы работы сердца. Циклы работы сосудов. Не знаю. Мозговые циклы. Альфа-циклы. Все это. Все циклы. Поэтому. Тесла. Вот. Тесле, в принципе, можно было. Он, в принципе, уже зашел в славу науке. Только благодаря тому, что вот эта фраза. Энергия, частота и вибрация. Все. Если вы действительно поймете, откуда это идет, то вы, когда вы начнете это все интерполировать на то, что происходит, вы поймете, что все этими тремя понятиями определяется. Причем в этих трех понятиях все остальные. Полностью все. Все, что вы будете делать с оптикой, все в этих трех понятиях. Все, что вы будете делать с матрицами, с телефонами, автомобилями, с батареями элитийными. Все в этих циклах абсолютно. Более того, даже Савельев, несмотря на то, что он рассказывает про невозможность создания вот такого компьютера, который постоянно разрывал сепочки, связи между нейронами, то есть вот эти синаптические связи. Что там химические процессы связаны с электрическими, они постоянно переключаются. Но если копнуть опять-таки глубже, то придет понимание, что химические процессы, что это такое? Это тоже электромагнитные процессы. Химия – это же не просто так, что вы там порошок насыпали, вы видите глазами. Но на глубинном уровне это все связано с превращением одного элемента в другое. Одну энергию в другую энергию. Энергия та же самая, но она меняет свои свойства. Поэтому превращается одно в другое, так же, как в квантовом мире. Пропадает непрерывно и рождается новая частица. Ниоткуда, абсолютно, из эфира, как угодно назовите. Поэтому все это связано как раз к этим трем элементам. И если это интерполировать на акустику, на все, что угодно, вы увидите, у вас откроются возможности чего-то сделать нового. Потому что, по большому счету, все это и есть. Оттуда выходят вибрации, временные характеристики вибрации, частотные характеристики вибрации, энергетические характеристики вибрации. Вот все объясняется. Поэтому, если внимательно хотя бы задавать себе вопросы, ну, что же там такое-то, да, начнете рыть и поймете, что действительно чего-то там не хватает. Потом начнете это искать. Оказывается, это все уже давным-давно было все в книжках умных написано и 3000 лет назад, и больше. И в камне выбито все. Другое дело, что те книжки, которые мы читаем, любую эту информацию, которую мы получаем, эта информация, она многомерная, во-первых, во-вторых, она требует определенного уровня не квалификации, а восприятия, уровня восприятия. И на одном уровне восприятия вы видите одно, читаете, там, вот, человек в скафанге, там, вокруг у него, там, нимб, и он там где-то на облаке висит. Один вариант. Второй вариант, вы видите другое, что-то научное, да, с точки зрения космонавтики. Третий вариант, вы видите, это какой-то метафору, да, мифы, да, и начинаете это интерпретировать на уровне чувств. И понимаете, что там уже открывается совершенно другая новая вселенная, и что-то язык, который вы видите в архитектуре, музыке, этот язык абсолютно универсальный. Но другое дело, что каждый в нем видит разное. Весь вопрос только в одном. Когда вы смотрите работу мастера, любого, фотографа, оригиналы, записи магнитной ленты, или живые концертные исполнения исполнителей, да, когда вы касаетесь вот этого, а касается, имеется в виду, что вы непосредственно находитесь в прямом контакте энергетическом. Да, через современные технологии это тоже можно сделать. Всем привет. Но если вы действительно это видите, недавно тоже показывали по голубому этому экрану женщину, которая работает в музее, я просто общаюсь тоже с музейщиками. Ну вот я тоже до посещения как бы некоторых музеев в Италии, да, то есть я все это видел. Все эти картинки, у меня там книги лежат, там и в школе нам преподавали все эти картины. То есть и в интернете можете посмотреть, ну что там особенного в этих картинах. Знаете, когда все начинается, все заканчивается, точнее, все ваши знания, когда вы придете и встанете около этой картины или около этого из культуры, все закончится сразу. Все ваши знания, которые вы накопили многие годы, все ваши мнения о том, что это хорошо или плохо, все сразу закончатся. Потому что вы коснетесь энергетики именно этого творения, по-другому не назовешь, которое настолько сильно будет влиять, что для некоторых это будет тяжело, и они просто физически не смогут там находиться. А для вторых это будет некое открытие третьего глаза, не знаю, нового мира или там нирваны. Вот так это работает. Фотографии то же самое. Это большинство людей, которые действительно чего-то достигли в фотоискусстве, они создают эти вещи, которые, ну вот проходит время, говорят, ну фотография старая, что там еще? Нет, друзья, как раз вот тут как раз самое интересное, потому что не просто так дали то же самое, да, он любил фотографировать, или там многие известные художники, когда появилась фотография, они стали использовать это, да, и они увидели в том, в этом инструмент, который позволяет им еще лучше сделать что-то или сделать то, что раньше было невозможно. Поэтому вот эти стыки, почему мы сегодня говорим в том числе о новом, да, это новое будет на стыках, так же, как айфон он был на стыке, так же, как компания, которая не делала никогда камер, айфон, эппл, она не занималась фотоаппаратами, она не занималась плеерами, ну пропустим айкот, но просто ее никто не знал, что она компьютер делала, то есть она пришла из компьютера, ну, плохой пример, не знаю, если не поймете о чем, да, еще какой-то можно компанию, которая вообще не знали, да, то есть она приходит с другого совершенно, с другого направления, но она меняет все совершенно, просто наголову все ставит, наоборот, потому что вот изменилось отношение к самому, и вот когда изменяется отношение, восприятие именно, то происходит новая революция техническая, вот она так происходит. ну, не знаю, там, приводит пример паровая машина, ну, в принципе, так и есть, да, дальше двигатель внутреннего сгорания, да, электродвигатель Тесла, да, кто не в курсе, что это такое, да, асинхронный двигатель. Я тоже, для того, чтобы это понять, нужно просто взять асинхронный двигатель с тремя, да, обмотками, включить их звездой там или, знаете, да, или звездой включается, три обмотки, ну, кто-то в курсе, наверное, поймет. Кто никогда не делал, ну, просто попробуйте вот это вот, можно так включить, три катушечки, а можно так, и эта штука начинает крутиться. И дальше, когда вы понимаете, что это волшебство, если вы воспринимаете, ну, как оно, еще и мощность какую-то имеет. Как такое может быть? Три катушки включил, и оно все крутится. Точно так же с гравитационными двигателями, когда это будет уже реально показано, да, что они есть. Блин, нифига себе, а нафига мы тогда столько дорог построили? Зачем нам эти астакады? Зачем нафига мы столько вырубили в Бразилии леса, или в России там пустили под откос там все эти леса? Если можно летать просто так, а нафига нам это все нужно было? Вот так это происходит, когда происходит революционный перекос, да, там с самокатами у нас сейчас борется. Ну, там действительно очень много сбивает людей, люди вообще неадекватные используются для управления. Я вообще удивляюсь, там можно человек, который реально едет на такой скорости, и он как бы ничего не отвечает, ничего не происходит. Ну, Европе уже стали запрещать во многих городах, я думаю, что нас тоже до этого дают. Потому что другого способа нет. Если они не собираются вводить ни ограничения скорости, такие конкретные, не собираются этих людей всех впускать на где машины, вот с мотоциклами так же самое с этими. Езжайте в потоке с машиной, если ты умеешь действительно ездить, там и будешь ездить. Они же ездят там, где дети гуляют с этими, с колясками, и люди ходят там, ну, фигачат там 68, потом нас не сбивают. Технология, да, она не готов к этому, сама среда не готова, нет, не готова. Потому что люди еще по старинке ходят пешком, да. То есть они уже летают на этих самокатах. Так что вот. Поэтому новое оно, конечно, да. Ну, с фотографией с дронов, с дроном, я вот смотрю сейчас, продвигаясь это ролик, и люди стали смотреть, потому что они увидели, что действительно там, на всех практически площадках мировых в этом году там множество фотографий, первое место это фотографии с дронов. Я об этом говорил, как только вот, еще началось это, потом, когда я стал, попробовал, поснимал, я понял, что да, это абсолютно новый пейзаж, абсолютно новый. Абсолютно новые возможности, это бесконечные штативы, это совершенно невероятные ракурсы, но это было возможным только тогда, когда DJI сделал на новые камеры. Сейчас уже DJI делает уже такие профессиональные камеры, да. Сейчас он зашел в вэль-альянс, соответственно, вся линейка Sony, вся линейка Leica, Panasonic, Sigma, вся может ставиться на DJI. То есть это, понимаете, вот технологически вроде небольшой сдвиг, да, но это может в корне поменять всю архитектуру. То есть просто некоторые компании, они просто вообще могут отпасть. Я говорил, что вот, например, для меня удивляюсь, что до сих пор такое количество фотографических компаний на плаву остались. Почему не похоронен Олимпус, почему не похоронен Пентакс, ну почти, да. То есть я не хотел бы этого, но я понимаю, что то, что они сейчас делают, как бы попытки там, да, что-то выжить, но это временно на самом деле явление, потому что новый игрок, DJI, да, который взошел совершенно с другого пути, да, зашел там ни с камер, ни с фотоаппаратов, а сейчас он делает уже это все. Поэтому точно так же с нейросетями, этими так называемыми, да, то есть они начнут делать то, что человек не может делать или то, что до этого не могли делать. Тогда появится новое. Тогда, может, не надо будет в ее ночи на диване сидеть для того, чтобы что-то, кого-то рассказать и пообщаться. А может, будет где-нибудь метаверсия. Спать, а вы будете подключаться ко мне. Самое интересное, что младенец с трех лет верит, что Вселенная понятна, взаимодействие и вещей объяснили. Никто сказал, что не ошибается. Так и есть. Мы проходим этот цикл, потому что, когда мы появляемся на свет, нам нужно, нам ничего не нужно, мы все знаем и так. Поэтому у нас столько радости, поэтому мы все понимаем, как устроено, мы чувствуем людей на расстоянии, мы знаем с кем, кого нужно бегать, кого прятаться, кто нам не симпатичен. То есть нам ничего объяснять не нужно без слов. Мы даже не знаем язык, но мы уже все понимаем, чувствуем. Потому что мы, на самом деле, божественные твари, можно сказать. Или по-другому сказать, мы уже, в принципе, все знаем. Все знаем о том, что есть, было и будет. Другое дело, что социализация человека, процесс необходимый, потому что для того, чтобы выжить, ну, про это все можете почитать, потому что в открытом доступе. Если такого младенца оставить где-нибудь, ну, есть вариант, что он выживет, конечно, в лесу. Такого бывает. Но не факт, что это произойдет. Поскольку надо было все-таки выживать, нашему виду. Почему? Потому что у нас климат очень такой. Сейчас, конечно, он стал хуже, значительно, чем раньше, когда появился человек. Когда это был рай. А сейчас есть очень холодные места, где вы можете не вылить. Ну, кто с Дальнего Востока, Сибири знает, я, например, знаю, что когда в юге все эти там по два, по три человека только могут идти. Потому что, ну, можно просто не вернуться. Поэтому очень много причин, по которым мы можем не выжить, просто если мы не объединимся. Для этого нам нужно как-то с друг другом общаться, да? Не только с помощью телепатических и магических танцев с бубнами. Хотя раньше так же было все, да? Я уверен, что способы общения, музыкальные способы общения с помощью вот таких телепатических, они, конечно, существуют и будут существовать. Другое дело, что для того, чтобы это распространить на большее количество особей, да, поскольку каждый из нас это отдельная вселенная, они все на разных находятся этапах, не эволюция, а, может сказать, ну, ну, можно сказать, эволюция. Каждый отдельный, отдельная вселенная, она имеет разные какие-то свои цели, задачи. И поэтому у них восприятие у каждого разное. Это прелесть в том, что люди все разные. Это не зло, это не плохо, то, что люди все разные, имеют все разные восприятия. По прошествии многих лет я понял, что я когда изучал этот вопрос, я сначала тоже сталкиваюсь, ну, почему же там все разное. На самом деле, если бы это не было разность, каждый человек не был бы отдельным миром восприятия, то ничего бы и не вышло нового. Потому что именно благодаря тому, что каждый имеет свое собственное восприятие, если он это восприятие сможет каким-то образом обогатить нас всех, как единый организм, да, всего, из чего мы рождаемся, куда мы уходим, можно так сказать, с простыми словами, то благодаря этому происходит нечто волшебное, да, когда мы там из молекул делаем, из молекул делаем что там, какой-то организм, да, из организма делаем орган какой-то, из органов появляется уже какая-то конструкция, что-то такое больше, больше, больше масштабное. Поэтому, какие-то мы отвлеклись от тем, ну, не, ну, просто сегодня поговорим о разуме. Ну, в рекламе же вы видите, как этот процесс, просто когда вы это все отмечаете, да, и видите процессы, да, то вы понимаете, к чему это идет. Вы видите четко, абсолютно вот раньше рекламщиков показывали, помните, там, Галыгин, там, или там еще кто-то, Пашу, этот, Пушков, да, с гитарами бегали, там, и рекламировали. Потом раз, так, вместо них, там, снизу, там, сначала начинал появляться какой-то нарисованный, да, как у Фурионыча появился нарисованный. А потом раз, мы увидели несколько роликов рекламы, где их только голос. Не факт, что это их. Это может быть точно так же в этих программах просто озвучен текст. И полностью персонаж. А зачем живой человек, если персонаж все делает? Аватары, так называемые. Поэтому фильм Аватар, как бы, это такая вещь очень интересная. И религарная, и религиозная тематика. И, с другой стороны, это и, скажем так, позволяет задать вопросы, а вообще человек, там, здесь не лишний в этом звене, в этой среде вообще он не лишний, достаточно программы. То есть программа интегрируется в эту жизнь, да. Они в это залезли, они коснулись уже этой среды. Что из этого будет? Из сферы, да. То есть как они будут дальше действовать, конечно, мы с ней, мы не знаем. Поэтому даже и Маск боится, да, всего. Интеллекта. GPT-3, там, GPT запущен был как раз. Чтобы, как бы, ответ написан на интеллекту, да, искусственному. А что из этого вышло? То же самое. Что со SkyMir, да, в церминаторе, то же самое вышло. Здесь живое сталкивается с неживым, но, опять-таки, тоже понятие живое, оно очень сильно меняется. Ну, оно менялось, оно, в принципе, и раньше тоже. Ведь многие, не только религии и люди, ну, что-то потемнело, но камера показывает нормально. Говорили о том, что и камни тоже живые. Я думаю, что и среди вас найдутся люди, которые наверняка тоже сталкивались с какими-то необъяснительными деревьями, когда у камней движется, знаете, да. Движение фотографов, которые фотографируют самодвиживающиеся камни, причем они не только в Америке, в Чили, там они по всему миру, приходишь, ну, блин, ну, как он мог переместиться? Это же невозможно. Я, кстати, ему надо будет сходить, посмотреть, может, наш этот камешек, который кусок от постамента Петра в лахте. Может, он тоже подвинулся. У нас фотографика есть? Фотографика просто позволяет все это зафиксировать. И посмотреть, да, если на камень сдвинулся. А там реально вот люди смотрят, ну, как он в земле, во-первых, там, в песке, и он там двигается. Там даже следы по пустыне есть. Эта тема очень интересная, на самом деле. Там некоторое время назад, ну, это магнитные поля, какие-то камни двигаются. Потом там, нет, это какие-то специальные силы больших там планет Луны, Луна их двигает, эти камни в пустыне. Потом стали, ну, в общем, эта тема такая интересная, для тех, кто действительно интересуется вот этим, что живое, что неживое. Планета наша живая назначена. Поэтому, когда вы видите какие-то события, затрагивающие среду ее обитания, сферы, да, то она как бы, она так же, как дерево, понимаете, она ответ-то дает не сразу. У нее время потечет по-другому. То есть вы что-то сделаете с деревом, потом она вот такой хитрой формы залечила себя там все и превражилась в другое. Или там что-то произошло, смотришь, а дерево уже там вычислило этот кирпич, выкинуло его нафиг. И там дерево там вышло, и дом упал. Такое тоже есть. То есть они медленнее гораздо действуют, так же, как камни там, растения любых жулок. То есть они могут быть по другим временным законам. Но вы это просто не видите, потому что восприятие ваше таково, что вы этот процесс не видите. Геологический процесс, да, или другой какой-то временной. Так же, как мы и не видим вот эти микропроцессы, которые происходят там. Но люди кнопки нажимают, а что же там происходит в этой матрице ужасно? Два нанометра, два микрона, извиняюсь, два нанометра – это процессы сейчас. Видите, уже свет 500 нанометров, там 360, 720, а уже процессы изготовления микросхем два нанометра. То есть они на порядок, на два порядка почти, гораздо меньше, чем сами энергетические структуры свет. Ну, бред какой-то, да? Но мы уже живем в этом мире. Поэтому, когда нам говорят, что квантовые процессоры невозможно, их нет, это все придумали, наверное, люди. Незнакомость терминологии технической. Сегодня без лимонада. Еще не лимонад я весь вышел. Сделал новый. Потемнело. Но это все временно. Тут, конечно, такой период, интересная весна, чем мне нравится. Сейчас набирает день света, то есть вроде хорошо, и уже почти там 9 часов, еще там вроде светло. А потом становится настолько быстро светло, что и уже ночью светло. Питер на 60-е, да? Параллели там, как и Хельсинки, и Стокголем. А если еще выше забраться на 80-е, там вообще интересные такие артефакты. Я когда был на севере, я, честно говоря, удивлялся, думал, самое страшное, это будет, когда ночь полярная. Это фигня, друзья. Кто живет там, я думаю, что подтвердят. Пережить ночь, тогда солнца нет, это вообще без проблем. Самая большая проблема у меня, это пережит день, когда постоянно солнце, грубо говоря, там нету ночи. Это, конечно, человек, который, извиняюсь, живет в циклах вот такого смена дня и ночи, и потом попадает в другое место, где этой ночи нет просто. Блин, конечно, что такое серьезное испытание, первый цикл. Ну, потом вот оттягиваешься, человек все-таки, все что приспосабливающийся, даже в рамках одного поколения он может приспособиться к разным явлениям всевозможным. Не то, что фотоаппаратом каким-то дурацким. Камера начинает рыскать. Фонарь, фонарь у меня там лежит. Я не буду включать, заодно посмотрим. Интересная камера оказалась, действительно, я тогда тоже делал, исследовал, изучал. Ну, в основном все продвигают эти логитеки, да. Пульты они делали интересно. В принципе, до сих пор делают интересные пульты. Ну, вот и камеры логитеки. А потом я, ну, есть что-то такое принципиальное, которое было бы не в таком вот, в таком микрокорпусе, да. Что-то с нормальным охлаждением и с нормальным размером. И с нормальным. Ну, вот я нашел тут поле. Поле, конечно, классная вещь. Легком. Ну, все продукты, связанные с наукой, электронические, космические, все вещи. В принципе, как фотоаппараты тоже, да. То есть, кстати, интересно вот для FATACH, да. FATACH как телканал делать по поводу старой оптики. Вот, например, очень интересная тема, которая, ну, она освещена на Ютубе, но очень мало. Например, специализированная техника, которая побывала в космосе. Все знают про Ролифлекс, о, этот, про Фасиблак, да. Ну, например, про фотоаппараты советские, которые были в космосе. Они есть, ролики про это, но они так глубоко не сделаны персонально, что именно, космические. Это специальная техника для космоса. Или, например, та же самая история «Чайки», да, который рассказывал. И как раз в Телеграме мы обсуждали, что недавно, пару дней назад, был фотоснимок во фликере, я вам показывал, там, можно застряться, где, там, праздник 50-го места, там была фотография девушки, снята, по-моему, где-то, или в Америке, или в Европе. Модель держит «Зорки-4». Такая камера дальномерная, а на ней привинчен, там резьба одинаковая, объектив «Индус-169» от «Чайки». Я задал вопрос, ну, для тех, кто в теме, не в теме, что не так в фотографии. Все начали писать, там, бакет, что-то отражение, там, еще зеркало, там, что-то шляпа, там, что-то не то. Один человек сразу кто-то написал, что-то не то вообще-то, то, что, мол, держит девушка в руке, потому что «Чайка» это позывной черешковой, да, космонавта первого женщина, «Чайка-2», «Чайка-3» и «Чайка-1». С этим объективом съемный на резьбе, но камера, камера, друзья, формата 24, не 24 на 36, а 18 на 24, то есть полуформатная камера. На самом деле, существует 69 в разных версиях, в том числе, для даже большого формата, 69 объектив. Но вот для «Чайки», это маленький объективчик, он 2,8 как раз, 28 миллиметров, и люди, кто иностранцы, очевидно, они посмотрели, купили на eBay, и говорят, о, 20 миллиметров, значит, широкий угол, а то, что это 20 миллиметров стандарт для полуформата, ну, на Рейла не сообразили. С другой стороны, он очень тоненький, он маленький, он меньше, чем самые маленькие, компактные, ну, меньше только складной 22, как раз вот этот автор написал, 22 мне нравится. Но у меня тоже возникло, почему у меня «Чайка» была, надо было тоже объективно вернуть на «Зорке» и поснимать. Может, он и покроет этот 124-й путь. Винетка, конечно, будет, потому что линза маленькая, все-таки он, скорее всего, не покроет. Но самое интересное, я в комментариях написал, рабочие отрезки разные, на миллиметр разница. Если там в Киеве, втором, третьем, четвертом от Лейки разница там доли десятых миллиметра, а в контексе, извиняюсь, в контексе, в контексе и в Киеве. И, в принципе, там бесконечности можно там выпилить что-то и получится. Хотя там люди ставят там на Лейку наши, Юпитеры, те же самые индустары от Киева. Но здесь-то разница миллиметр, и ее никуда не деть, поэтому, скорее всего, бесконечности там не будет. Поэтому, с другой стороны, получается очень компактная камера, действительно, с маленьким лицем, и может быть что-то здесь. И я в интернете, думаю, найду, кто-нибудь снимал в таком варианте, чтобы насобачить. Да, ставили на фулл фрейм, там, конечно, по коррям винетирование, то есть он не кроет, скорее всего, не кроет этот кадр. Но при этом рисунок интересный, плюс это все-таки тесан, друзья. А все широкоуголки, как правильно делались, или на базе биогона, ну, то же самое, E512, да, для Киева, схема биогон, или что-то другое, да. А здесь именно получаем тесар, схему с тремя линзами, склейкой с одной, то есть резкий объектив, но при этом он получается широкоугольный тесар. Такого же нет, широкоугольный тесар. Ну вот, есть. Так что вот такая история с, ну, здесь, к чему я это сказал? К тому, что пройдет какое-то время, и поколение, которое не застало классические пленочные, оно уже есть, да, и те, которые не застали вот классических катапаратов, оно будет. Думайте, да быть такого не надо. Да будут люди, которым дадут, как, помните, я показывал ролик, где видеомагнитофон, там, мальчик считал, что это тостов, туда хлеб засовывал. То есть, то же самое здесь, и точно так же по истории. Мы смотрим, какие-то сооружения каменные, про камни, да, или там какие-то сооружения, именно дома, какие-то здания специализированные. Люди смотрят, там, да, это здесь церковь, какая-то храм. А человек с инженерным образованием заходит, он понимает, что это прибор. Или там, тема интересная, да, и доказать человеку, что это просто, как бы, сюда приходят молиться, а на самом деле это сооружение техническое, да. То есть, ну, вот они сделали техническим, потому что, как им, вот иначе, вот, что с ними, с этими объектами, их надо или разрушить полностью, то, что сейчас происходит, или как-то его переделают, поэтому происходят какие-то реставрации, что там, переделывание. Другое дело, что в земле там много чего лежит, интересного из таких построек, поэтому, когда его раскапывают, смотрят, такой, ебарсоте, блин, и там, ну, чем мы будем с историей это делать? Там электрические провода, там, блин, эти, столбы, там, радиовышки, передатчики, и это все 12 век какой-то, там, второе тысячелетие до нашей игры. То есть они понимают, что дальше-то, что это все? Это все кранты всем системам, которые мы тут тысячи лет навязывали. Вот почему это происходит. Потому что технические, техническое здание, техническое образование, социализация, она дает вам возможность понять, как работают эти машины, механизмы, устройства, или части средств. То есть как растет дерево, как из зерна, зерна, там, он у Фавеновича на окне сейчас могу притащить вот такого уже размера авокадо. Там листьев уже больше, чем моя голова в два раза. Там уже ствол, уже почти сантиметр, и уже их горшку ему тесно, он уже листья раскинул там, над всеми. То есть, его надо высаживать уже, но здесь-то он погибнет, он умрет. Его надо везти куда-то там, не знаю, или на, как она, остров, испанский. Или еще куда-нибудь, в Турцию хотя бы. Здесь он не выживет. Но он вырос у меня здесь в горшке. Ему хорошо, но солнце ему, конечно, баловато. Поэтому, что касается фотографии, это, с одной стороны, очень интересный технический инструмент, как документальная фиксация чего-то. я пример привожу проходе на в горшке. Что включить? Наверное, свет надо, да? Свет какой-нибудь включить. Или нормальная обстановка? Если нормально, будем в таком же положении. Если мало, я включу. Сейчас фонарь принесу. Я не люблю, честно говоря, вот эти все дополнительные подсветки. Хотя, если бы я делал целиком каналы по стримам, я бы тоже сделал себе такую картинку. Палок навесил бы. Светодиодных или фонарь какой-нибудь подстыл, как раньше делал. ламповый стрим, под которым можно засыпать, да? Да. Кстати, кстати, YouTube сделал сейчас такую интересную фишку. Проверьте, она работает у вас или нет. Если там вот внизу после комментариев такое сердечко. Нажмите кто-нибудь, работает у вас. Там, причем, можно выбирать, по-моему, разные рейтинг каналов. Там можно какие-то тортики ставить, еще что-то. Вот у меня горит только сердечко. Если нажмете, я увижу, будет оно выслири или нет. Это сердечко. Вообще, конечно, технологически изменился сильно вот эта вся среда, связанная с общениями, да? То есть, раньше мы, ну, помните, Клабхаус я записывал, люди там месяцами залипали, я сам тоже там целый месяц потратил. Там время вообще там сжимается и там восемь часов и ничего не заметил. Все равно для аудиоалов. потом, конечно, все это интегрировалось с Твиттером. Твиттер стал, ну, практически все объединенно лучшее. И там можно и комната создать все то же самое. Но вот я тогда уже говорил, это, в принципе, взрыв, потому что это все превращает в некий стрим общий, то, к чему, в принципе, все это придет. И я уверен, что будущее как раз вот и Ютуба, и всех подобных систем, они, скорее всего, так в мозг сразу каждому, да? Мысль только родилась уже там, весь мир ее уже эту мысль прочитал, уже все сделали, построили, и она уже устарела. Сингулярность. Я, кстати, проводил эфиры последние, вот помните, эфиры, я сбросил, да, поменял память, у меня память сломалась, в ноуте поменял, потом накатил, ну, соответственно, пришлось накатить первую версию, там старый, онлайн, по-моему, и потом, сейчас там у меня стали последние версии, маковские, потом, оказывается, отказались ставить даже Каталину, и такие танцы с бубном, оказывается, просто так и не поставить, надо было специально патчи, и этот возился, возился, сукавые и подрать, поэтому у меня ОБС не работал, но как бы, сейчас он, в принципе, вот я, позавчера, по-моему, только мне прислали выдавление, что окажется, можно найти старые машины, официально и я так удивился, что мне пришло обновление, я поставил и ОБС запустился, да, но поскольку он у меня весь новый, то есть все настройки мои сбросились, я пока, ну, не трачу на это время, хотя надо будет заняться, новым сделать чат и, может, через ОБС, ну, камера, самое главное, что камера работает напрямую, YouTube теперь позволяет и внешнюю камеру подключать, единственное, что меня расстраивало, что не подключить эту внешнюю камеру или новые камеры не подключить к iOS-системе, потому что камеры в айфонах новых, конечно, кайфовые, все хорошо, но если, а ну, наверняка есть такая система, уже когда, ну, будет создана в ближайшее время, я уверен, что, потому что iOS уже сближается с macOS, и наверняка можно будет эти камеры, хотя вот та камера, которая у меня сейчас стоит, она позволяет поставить беспроводную модуль, я просто тогда не заказывал, надо было, конечно, беспроводным модуль поставить, единственное, что там было указано, я посмотрел спецификации, что она работает только с компьютерами, я думаю, что рано или поздно появятся такие системы, которые позволят камеры подпривязывать вот с этим планшетом к, не через провода, то, что Tesla хотел, без провода, я думаю, что вот это как раз изменит все кардинально, ну, а дальше это как, ну, принцип хаянный, то есть уменьшить, уменьшать количество звеньев, то есть лишние звенья удаляться, в данном смысле я вижу ненужным местом компьютер, то есть если сами компьютеры смогут и систему управлять дистанционно из облаков, то тогда в принципе потребуется только то, что вы видите, или то, что, какой-то камеру, а все остальное вот эти программы обработки, программы трансляции, сами компьютеры, они не нужны, это тоже будет артефактом, мы это времени кто выживет застанем, то, что не потребуется уже вот это все, танцы с бубнами так называемые, также так танцы с бубнами обсуждения сейчас вот иногда смотришь, люди обсуждают там RAW файлы с одной камеры, с другой, с одной версии с другой, я понимаю, что в индустрии требуется поддержание на плаву, но это даже скучно, друзья, на это тратить время своей жизни. Может, два с половиной часа? Два с половиной часа! Маск тормозит, нейрармагеддон, чтобы подороже продать свою платформу бабки. Да нет, на самом деле все склонировано уже, просто понятные алгоритмы, как это будет делаться, но они прекрасно понимают, и вообще любой инженер понимает, что если действительно то, о чем я говорил, не готова сама система, ну, сами потребители еще не готовы, и даже не сами они могут вручить эти устройства, как вручили в 95-м году компанию Томпсон, когда я еще работал, вручили эти телевизоры с клавиатурами Филиппа Старка, и люди с кинескопными телевизорами в 95-м году могли заказывать еду с телевизора с помощью клавиатуры, клавиатура была действительно удобная, но самое интересное эксперимент был психологический, то есть когда их там через два месяца по-моему у них забрали это все, там началась такая ломка, потому что люди к этому очень быстро привыкли, это практически был прообраз современного, то что мы сейчас используем каждый день, в интернете набрал, заказал, привезли, там что-то сделал, оплатил, то есть, но тем не менее если вот ведешь там люди в гипермаркете, там толпы выходные стоят по 100 человек, я сначала не могу понять, куда они стоят? Они стоят оплатить квартплату или там за свет, то есть, ну, мы, мы, есть много способов объяснить, почему они это делают, да, они не хотят с карты платить, у них нет карты, у них там нет чего-то того, то есть, но они стоят, стоят разного возраста, молодые, старые, но с другой стороны, их можно понять, но с точки зрения, если переводить все на время, но сколько они времени на это тратят, так же переводить на время, сколько я раньше тратил пробка, доехать до работы, да, когда ты основываешь, складывать эти будут, получаешь, что они, там, 3-4 года, ты просто стоишь в пробке, но это же все во время, невосполнимый ресурс, абсолютно, надо свет включить, свету включить, наверное, надо, или не надо, напишите в комментариях, или так оставим, шумного, фавелочи, да, наверное, надо, и я фонарик еще понесу, фонарик, фонарик для фавелодыча, да, фонарик для